Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова С каждым годом среднестатистическая российская семья становится все менее статистической и все более средней. Смотри. Нравится? Очень, очень нравится. Очень качественная целлюлоза. Я не про целлюлозу, я про сапоги. Ты мне когда зимние сапоги купишь уже? Хожу в демисезонных. Леточка, ну это прям смешно мне как бухгалтер это слышать. Ну какие сапоги у нас? Нет лишних денег. А лишние ноги у меня есть, да? Так, Роман Аркадьевич, я вам официально заявляю, нет сапог, нет интима. Напугало прямо. Годом раньше, годом позже. Какая разница? Ну давай кредит возьмем. Ну я как бухгалтер, сейчас просто в голос смеюсь вообще. Ну какой кредит вообще? Мы сейчас за тот кредит деньги не отдали. За чайник. Господи, ну почему я согласился взять чайник, Господи? Ну что мне с этим сексом делать столько количества? Не понял. Чё такое? Смска из банка пришла. Чё? Люда, единичка и девять нали это сколько? Это миллиард, Рома. Господи, миллиард. Я тебе говорил, оплати за кредит вовремя, уже миллиард набежал? Попили, блин, чайку. Чё, опять в договоре мелкий шрифт не читал? Ну как я не читал в договоре мелкий шрифт? Я бухгалтер, конечно, я читал. Это мне на счёт упал миллиард, ну да. Не поняла. Я сам не понял. Нет, в смысле тебе на счёт? Нам на счёт? У нас же совместно нажито имущество. Да какое у нас имущество? Чайник. Ну-ка, да. Раз, два, три, девять. Ромка, миллиард. За живьём? За живьём? Живьём! За такие деньги живьём закапывают. Люда, ты что, с вас нашла? Надо валить. Чёрт возьми, куда-нибудь быстрее. Валить. Сам берет, Ром. Алло. Добрый день. Вас беспокоят из банка. У вас на счету обнаружена активность. Какая такая активность? Очень большая. Больше активность была только на солнце после большого взрыва. У вас на счету было 17 рублей, а стало миллиард. Как миллиард? Ну так, миллиард. Подождите, какая-то ошибка. Как миллиард? Должно быть миллиард 17 рублей. Секундочку, я уточню. Спасибо за ожидание. Так и есть, у вас на счету 1 миллиард 17 рублей. И у нас к вам два предложения. Первое. Может быть, вы уже погасите кредит за чайник? И второе. Вы наш вип-клиент. И мы готовы выполнить любое ваше пожелание. Иди в баню! Чё вы? Из банка позвонили. Реально? Миллиард! Миллиард! Чё делать-то? Чё? Не знаю. Чё делать-то? Чё делать? Надо, надо срочно к банкомату бежать, деньги снимать и валить по-бырому. Всё, быстро. Давай-ка. Вот сумка. Так не влезет же миллиард целый десятый. Влезет? Нет. Я не знаю, как миллиард выглядел. Не больше, явно больше. Алло. Алло. Это опять из банка. Ваш личный менеджер. Вы сказали, чтобы я шёл в баню. Я на месте. Я в бане. Говорите, что делать дальше. А то сейчас опять поддадут, и я боюсь опять потеряю сознание. Вы чё звоните-то вообще? Просто хочу сообщить, что с сегодняшнего дня вам увеличили лимит снятия со 100 рублей до 100 тысяч рублей в день. А ну поддай, мужички. Ой. Что случилось? Что случилось? 100 тысяч рублей в день только можно снимать с банкомата. Лимит увеличили эти. И чё? Так, это. Раздели. Миллиард на 100 тысяч. А, 10 тысяч. А сейчас на 365. А, 27 с половиной. 27 с половиной лет. Мы будем снимать деньги. А может это? Может это? Там... Что? Может затаиться? Затаиться? И чё? И всё. Я буду жить, я буду жить жизнью бухгалтера. Каждый день денежки снимать, снимать, снимать. Никто не заметит. И потом как резко свалим. Ты затаишься? Угу. Ты когда в куртке 100 рублей находишь, весь подъезд слышит, как ты из зимнего в демисезонное переоделся. Опять это из банка что ли? Алло. Капитан полиции Фролов. Из полиции? Из полиции? Я сейчас всё объясню. Я просто... Хотелось бы. Тут просто в бане, в парилке, человек в одежде без сознания лежит. Последний набранный номер ваш. Кем вам является потерпевший? Он мне личный менеджер. Понимаете, мы просто с ним как бы... Так, стоп, стоп. Не хочу я слышать про ваши ролевые игры. Короче, в ближайшие две недели просьба из города не отлучаться. Понятно. Всё. Всё. Меня посадят. Рома, я тебя дождусь. Если тебе дадут меньше, чем 27 с половиной лет, я тебя точно дождусь. Это обнадёживает прямо. Слушай, я и вообще не понимаю, кто тебе мог скинуть миллиард абрикосов? А вот так. Как? Потому что я абрикосов. Я тоже. И что? Нет. Не абрикосов. Это абрикосов, Валентина Петровна. А я абрикосов. Роман Аркадьевич. И чё? А что это может быть? О, блин, ну элементарно, чё, элементарно. Ну пошёл Абрамович с каким-нибудь дружком покушать в ресторан. И чё? Ну и всё, на два миллиарда поели. Абрамович расплатился аналиком, тот ему на карту кинул. Всё. Господи, мы же в адресе. Алло. Алло, здравствуйте. Слушайте, извините, тут такая ситуация. Смеяться будете. Мы, значит, с другом в ресторане поужинали на два миллиарда. Он, значит, наличкой отдал. Алло, я ему миллиард на карту переводил и на одну цифру ошибся. Ха, вы не могли бы, пожалуйста, сняли. Ты чё творишь-то? Ты чё, я новый купил, господи, подумаешь? Так ты контакты не сохранил. Да нужны мне эти нищеброды, господи, боже мой. Друзья мне тоже. Значит, так, смотри. Давай, бери каталог. Покупай всё. От А до Я всё. Покупай. Всё, от апартаментов до Я. Покупай вот это всё. Всё, всё, покупай, покупай. Возвращать придётся же. Мы возвратим. Возвратим. Они придут, мы такие, извините, извините, ошибочка вышла. Вот это всё ваша. И что? Что? 5% кэшбэк у меня на карту упадёт. Только подожди. А? Не тебе на карту, нам на карту. Конечно. Да можно нам на карту? Вообще? Нам на карту, конечно. Да. А? Что ж ты, не играйте на воде? А Юрка-то твой что, школу-то закончил? Да, Юрка-то твой закончил в 86-м. Моряк с 30-летним стажем сел в поезд Сыктывкар-Новый Уренгой и его впервые стошнило. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, а кто это? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это Нюра, подруга твоя лучшая. Ты чё, с ума сошла, что ли? А какого лежего ты не предупредила, что едешь? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так ты б тогда сказал не ехать. А я щас говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да поздно уже поезд поехал. Я в купе уже сижу. Так что ты не ори, тут все спят уже. Чего? Я говорю, не ори, тут спят все. А, ты по громкой связи, что ли? Ну, а как ещё разговаривать-то? Ну, да, да, фигню спросила. Ну, и как там эти соседи-то по купе? Спокойные? Да я и не знаю пока. Я щас спрошу. Мужчина! Мужчина! Чего вам, бабушка? Ты спокойный? Да спокойный я, спокойный. Ложитесь спать, а? Тома! Тут один дёрганный какой-то. Нервный. Щас я ему таблетки достану. Батарейка села. Тома! Батарейка села у меня на телефоне. Аккумулятор сел. Тёмочка! Бабушка, да она вас не слышит. Завтра зарядите батарейку. Спать ложитесь. Да как завтра-то? Да завтра она может не дожить. Щас я заряжу. У меня же с собой есть этот... Специальная машина заряжательная. О, зарядился. Томочка! Тома, ты меня слышишь? Да лучше б не слышала, чтоб ты провалилась. Тома, Тут кошечка. Ой, да ты что? Прям в купе, да? Да. Вот она лежит тут маленькая. Пушистая кошечка чёрненькая. Киса! Киса! Бабушка! Да движитесь вот в мои шапки! Тома! А? Они из кошечки шапку сделали? Какие-то полудурки. Не рады. Томочка! А? Как там... Как там Наташка-то с Андреем? Ой, Наташка-то с Андреемой, да хорошо. Хорошо. В больнице лежат. А Юрка-то твой, чё, школу-то закончил? А-да, Юрка, да, закончил в 86-м. А как у братьев-то твоих дела? А-да, у которого из пяти-то. А давай про всех рассказывай. Значит, про копий, слушай. Бабушка, слушайте, ну, возьмите наушники, а? Ну? Тома! А? Что? Тут мужик вот этот дёрганный, он мне наушники подарил. Да ты что? Я их в Володьке отвезу в подарок. Так, а ты этому дёрганому-то тоже что-нибудь подари. Так, а чё подарить-то? Да книгу подари. Так, а... Я её ещё не дописала. Что ты? Что, книгу писала, что ли? Да, хочешь, почитаю? Да, да, хочу. Ну, я, сын, уходи. Бабушка, ложитесь уже! Это кто там у тебя орёт? Тома этот дёрганный меня в кровать зовёт. Чё он зовёт? Ну, к себе в кровать тащит. Ты кому нужна-то? Ты тут старая курица. Точно, у меня ж курица ещё есть. Сейчас я курицу-то достану. Сейчас курица-то у меня. Бабушка, там пирог есть, угощайтесь. Да я же и не голодная. Это курица, ей подышать надо. Она давно лежит уже. Сейчас курица подышит, а мы задохнёмся. Ничего не задохнёте. Сейчас мы откроем форточку-то. А и всё. Тома! Этот полудурошный вообще бешеный. Скачет по купе, как оглашенный. Давай я, знаешь, я вот, ладжи, тебе расскажу, что за окном у нас. Столбы. Вот. Провода там. Столб опять. Столб. 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 Провода. 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 Столб. Опять столб. Вот то столб-то провода. И опять. Бабушка, вы что, всё будете перечислять, что ли? Так, а чё, ей же интересно. Тома, тебе интересно? Уснула. Бабка уснула. Ну ладно, ты повиси пока на линии. Я это в поездное переоденуся. Я сейчас в поездное переоденуся, да спать лягу тоже. Сейчас я в поездное переоденуся. Ужас какой-то. Отвернись, извращенец. Я в поездное буду переодеваться. Сейчас я... Ужас какой-то. Сейчас я... Сейчас я в поездное переоденуся. Ну, другое дело. Так, куды мне залезть-то отдохнуть-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас лягу, отдыхай. Бабуля. Поезд прибывает на станцию Ревда. Ой, это ж моя станция. Это ж моя станция. Сейчас я уличную-то заберу. Всё, я приехала. Так, всё. Так, а наушники забираю. Так, это всё я забираю. И это я всё забираю. Стойте, не уезжайте. Так, таблетки. Так, курицу я вам оставлю. Меня с ней в город не пустят. Она уже старая. Всё, пока. Я думала, она нам вообще поспать не даст. Да вообще не говорите. Кто им билеты продаёт? Нюрочка. Нюра, где ты? Я тебя встречать пришла. А тебя и след простыл. Где ты, Нюра? Нюра? Господи, провалилась, видимо. Ладно, давно на поезде не ездила. Поеду прокачусь до внуков. Ой, надо только посмотреть. Соседи спокойные, нет? Пока здесь-то чем тебе не лез? Считай, дерево есть. Здесь есть где. Озеро наплюём. Соседи спокойные, нет? В лесу родилась ёлочка, а умерла в костре. Так, улица Хреновая, 12. Такси заказать. Всё. Ну что, поехали? О, всё, ты готов? Да. Всё собрал? Да. По списку? Всё по списку? Ну да. Всё, погнали. Топорик взял? Так, на всякий случай уточняю. Блин, топорик забыл. Давай быстрее, у меня таксист уже сейчас. Он подъезжает уже, таксист. Всё, взял? Всё, погнали. Погнали. Спички взял? Блин. Не взял? Да взял, топорик забыл. Димон, ты серьёзно, что ли? Алло? Уже подъезжаете? Там с торца синий дом, видите? Вот, с торца. Ага, с торца синий дом, всё. Представляешь, я ещё палатку забыл. Ладно, что палатка? Главное, топорик взял и всё. Пошли. Блин. Ты серьёзно, что ли? Алло? Подъехали. Мы идём. Идём. Ага. Смотри, как классно. Угли ещё нашёл. Да угли чё, мог бы не брать. Чё-то там веток нарубим, да и всё. Пошли. Нарубим. А чем? Топорик. Алло? Эээ, не идём. Бежим. 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 Топорик? Точно. Не кричите, пожалуйста. Ожидание оплатим, да. Сейчас это, мусор выбросим и подойдём. Да. Всё, взял? А где рюкзак? Блин. Ты топорик-то оставь. Алло? Тут, знаете, очередь неожиданно. Нет, нет, не у мусорки. Мы это, в магазин зашли, да. В магазин. Ого, это что, мороженка? Я перезвоню. Топорик забыл? Да ё-моё. Да всё, ладно. Давай, Димон, уже пофиг с этим топориком. Нам одного топорика за глаза хватит. Не понял. Чё, я-то свой взял. То есть у тебя всё время был топорик, и ты мне об этом ничего не сказал? Короче, мне нужен, наверное, свой топорик. Алло? В смысле такси? Мы уже едем. А, мы не в то такси, наверное, сели, да. А развернитесь, пожалуйста. Мы не в то такси сели. Сейчас мы к вам вернёмся. Что ж вы делаете-то? Как вам не стыдно обманывать людей? Нас ж там что, честный таксист? Мужик, слушай, не видел тут пацана, малолетка такой, короче, подросток, приколистный, вызвал такси, мурыжит меня стоит, я не пойму, где он, чё? Не, не видел никого. Найду за рублю. Слушай, я это, сейчас... Да, давай, наверное, уже не поедем никуда. Да успеваем же. Сейчас я за топориком схожу. Чё, в машину сели, через пять минут в электричке уже... Да, ты знаешь, сейчас таксисты пошли, странные, сейчас в лес, завезут куда-нибудь. Куда? В лес. Так нам туда и надо. Так а здесь-то чем тебе не лес? Считай, дерево есть, сесть есть где, озеро наплюём. Давай здесь прям шашлыки пожарим. А чё, давай, давай, мясо доставай. Чё, ты не взял мясо? А пиво? И пиво не взял, что ли? И чё мы в лесу с одним топориком будем делать? Хорошо, что не поехали. Алло, я... Я не приколист, понятно? Всё-таки это ты, тварь. Друзья, пожалуйста, я нашёл телефон. Ну, я просто рублю и всё. Ладно, сзади. Ага, просто снег скидывали. Гляди, такая бэха вон уже, 6 миллионов стоит. Ну, это не такая, это другая комплектация, это с люком. Ну, это-то тоже уже с люком? СМЕХ Сошедший с крыши снег моментально занизил Араму его приору. Да, всё-таки немецкие машины ничто по сравнению с русскими сосульками. А давай скажем, что это не мы. А кто? Гравитация. Глобальное потепление. А мы-то с ЖС Сосновской, мы тут вообще ни при чём, мы просто снег скидывали. Ага, просто снег скидывали. Гляди, такая бэха вон уже, 6 миллионов стоит. Ну, это не такая, это другая комплектация, это с люком. Ну, это-то тоже уже с люком. Какая-то тавтология получается. Чё? Ну, чё, чё. Мы попали на бэху и попали на бэху. А ты, ты как такой умный, образованный-то, в дворники попал? Ну, а. В результате спонтанных, необоснованных рефлексий по поводу нереализованных, индивидуальных амбиций и внутренней энтропии, зависимой от внешних факторов. Мужик, погоди, мужик, не надо, ну, мы же тебе мёртвые, ничего не отдадим. Да мы живые, ты ему не особо много отдадим. Заткнись ты, придурок. Не понял. Его чё, уже устранили, что ли? Ваша работа, мужики. Спасибо за помощь. Чисто сработано. Типа сосулька упала, да? Алё, это я. Значит так, птичка в клетке. Да нет, я имею в виду, штора зашторена. Да, блин, чайник скипел. Ну, пингвин крякнул, чё, непонятно. В общем так, кет зашнурован. Торшер погашен, ну. Да свитер довязан, ясно? Короче, объект устранён. Ну, не могу же я в открытую по телефону, ну. Слушайте, я, я вот в этом-то вот ничего не понимаю. Ну, как филолог, респект. Филолог? Ну, вы вообще злодей, пацаны. О, смотри, он живой, вылазит вон. Смотри, чё-то говорит, по-моему, машет. Говорит, чё-то не... Ты гляди, вон, милиционер к нему подошёл. Смотри, он в подъезд заходит. О, сейчас сюда поднимутся. Блин. Я когда думал, что он в машине дохлый валяется, меньше переживал, чем когда думал, что он сейчас живой в лифте к нам подымается. Вот они, голубчики. Всё, ребятушки, капец вам. Тихо, 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 гражданин. Давайте обойдёмся без самосуда. Скажите, пожалуйста, а чё нам сейчас будет? Чё будет? Сосулька тебе будет. Тихо, 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 ладно. Обойдёмся, говорю, без самосуда. Чё будет? Тут очевидно, чё. От трёх до шести. От трёх до шести чего? Либо лет, либо лямов. Это уж вам решать. Так, ну, давайте оформлять. Значит, где вы работаете? В мэрии. В мэрии. Кем работаете? Вице-мэр по благоустройству и уборке снега. Цикличность бытия. Чё? Ну, чё, чё. Сосульки дали ему бэху, сосульки бэху забрали. Так, получается, значит, вы в 14.00 подъехали к дому номер 8 по улице Пушкина. Так, и оставили свою машину, следствие на неё попал сосулька. Всё верно? Да, получается так. А, нет, а можно сделать, ну, что я как будто бы в 10 приехал, в 11 уехал. Просто у меня в 14.00 совещание в мэрии было. В общем, а можно сделать, что всё это ещё вчера? Вот, в идеале бы. Можно, можно. Так и сделаем. А, ну так мы тогда пошли. Пойдём, пойдём. Стоять. А, чё? Куда? Как куда? Нас вчера здесь не было. Ну, вчера в это время в Трезваке были. Алиби у нас, пожалуйста. Не было у нас вчера здесь. Пойдём. Всё, всё, с постоянным клиентом. Стоять! До окончания следственных действий никто не покидает место преступления. Так, давайте продолжим. Эээ, куда вы приезжали вчера, получается? Да какая разница, в 15-ю квартиру приезжали. 15-ю квартиру. Ха, это к Людке Афанасьевой, что ли? Да, да. Адюльтер. Кто? Вот он, кажется, какой Людке и Хахальта. Эээ, значит, получается. Ой, господин полицейский. Господин полицейский, как же так-то? Это что? Это что? Даня? Да? А как ты здесь такой живой? А какой я должен быть? Ну, там просто машина твоя не совсем целая. Это да. Сейчас. Так, значит, получается. Алло, а вы что мне сказали, что объект устранен? Пингвин живой не крякнул. Торжер не потушен, вон стоит, светится весь. Вы за что деньги взяли? Алло. Кед говорит, зашнурован. Расшнурован он вовсю, шнурком своим машет. Прямо направо и налево. Так, давай быстро сюда возвращайся и дошнуровай, либо деньги обратно возвращай. Понятно? Я не понял, что за разговоры там у тебя? С кем ты? Вы все слышали, да, что она там заказывает? Сейчас, это, вы все свидетели, ребят. Я просто принесу ее, и все. Подожди, подожди, подожди. Аккуратно здесь скользко. А-а-а! Все-таки вот иностранные машины сопротив наших, это все-таки бэхом. Подвесочка-то, пневмоподвесочка сразу чувствуется, да? Да. Если бы мы так, по-моему, москвич через крышу влетели, все, пять торшеров бы погасло сразу. Слышь, Хозя, это, в катафалке твоем есть, что выпить, нет? Что-то было. Слышь, закачиваться, встань-ка, ну-ка. Только давай. Давай-давай. О, как у нас в отделении всегда все есть. О, вискарь! Ну что, как говорится, за то, чтобы торшер не погас. Чего? Чего? У нас сегодня, кстати, второй день рождения. Давай, с днем рождения. Взаимно. Товарищ философ. А? Ну, это же виски. Его надо со льдом. Согласен. А-а-а. Да, это центр трансплантации «Быстрая почка». Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте. Здравствуйте. Это центр пересадки органов. Да. Это центр трансплантации «Быстрая почка». Да, я как раз хочу пересадить свои органы. А куда вы хотите пересадить? Ну, на огород. Чего они во мне растут без толку? А зачем вам все? Давайте вам пересадим только печень. Печень. Печень и все. А как вы поймете, что это именно печень у меня? А самое большое – это и есть печень. Я чувствую, печень переросла своего создателя. Я бы вообще у вас все лишнее убрал и оставил только нужное. Снилс? Да, снилс. Без печень не можно прожить, а без снилс? Какая это жизнь, без снилс? А вы уже что-нибудь пересаживали? Конечно. Мы человека целиком пересаживали в алкомаркет. А один раз пересадили человека в хому. Целиком. Вот так. Ну, а у вас есть награды? Конечно, есть. Меня один раз наградили педикулезом. Вот так. А анестезиолога лопатой по башке. А после операции посещения разрешены? Конечно. Вас будут посещать голоса, черти и белочки. Сразу после операции. Понял. А какие вы делаете операции? А да много чего делаем. Мы хрусталики пересаживаем. Да. А как это? Лазером? Нет, ложкой. Лазером долго и опасно. И можно что-нибудь повредить. А ложкой что ты повредишь? Только разве что ложку. Да и всё. Тем более на лазер очередь, а на ложку никого нет. Понял. Вам надо зрение корректировать? Нет. Мне корректировали недавно. Ложкой? Ломом. А у нас в клинике? Нет, в районной поликлинике. В очереди, как у листов. Я, главное, хотел без очереди добежать только спросить. Всё. А вы ещё что делаете? Много чего. Операцию по смене пола делаем. Интересно. А что для этого нужно? А только плоскогубцы. Так что вы ещё делаете? А мы, знаете что, мы можем вам зубы пересадить. Куда? А куда угодно. В ведро можно. В кулачок. В задний кармашек. А вы мне можете волосы вот с макушки под нос пересадить мне, чтобы мне удобнее было занюхивать? Без проблем, нужна картофиличистка, изолента. Пересадим вам волосы. А давайте мы вам лучше коленные чашечки поменяем. На стаканчики. А стаканчиков всегда не хватает. Вам сколько стаканчиков делать? Ну, в идеале три. Тогда мы вам ещё одну ногу пришьём. Хорошо? Это просто идеально. Для устойчивости вам тогда. Мне как раз одной ноги не хватает, чтобы опереться. Всё время. Выбирайте тогда место. Не устойчив слишком. Вам только место выбрать надо. Место? Да. Ну давайте сзади вот так вот. Вот сюда. А я там не могу? Я буду на неё присаживаться. Нельзя. А у вас там оттуда руки растут? Вот у меня откуда руки растут. Ну закрепление-то у них там. Мне лучше виднее же врать. Да, я тоже чувствую. Я как долго сижу, у меня руки устают. Да, давайте знаете что, мы вас тогда в наркоз ведём и сами куда-нибудь что-нибудь пересадим. А вы потом посмотрите, угадали мы или нет. Да, прекрасный вариант. И главное, голову ломать не надо. Или надо? Ну как получится, я не знаю. Доктор, знаете что, я не с пустыми руками. Да вы что? А с какими вы руками идёте? С полными. Вот, я вам конфетку принёс. Знаете, не надо конфетку, не надо. От неё зубы портятся, а мы следим за здоровьем. Мы просто за здоровый образ жизни в нашей клинике, все доктора. Так. Вот так. Вот что с ней сделать? А вы себе оставьте, вам ещё анестезию закусывать. Там как раз и риска на литр ацетона идёт. Я сейчас позову нашего анестезиолога. Александр Анатольевич. Александр Анатольевич. Он, к сожалению, слепой у нас. Но на квалификацию это не влияет совершенно. А где у него анестезия? В нём, в нём вся. В нём. Он на вас дыхнёт, и вы отключите. Вот. Надо же рассчитать дозу, чтобы вы не окочурились только. Вы сколько весите? 27 килограмм. Александр Анатольевич, секундный выдох одной ноздрёй. Ёшкин кот, аж до меня добило. Ёшкин кот. Вот это волна. Да. О-о-о. Чувствуете что-нибудь? Чувствую... Что? Портришок. С лёгким запахом ацетона. Так пахнет здоровье. Сейчас я вам кое-что дам. Вот ваше будущее. Вот, давайте мы попробуем сразу же. Ну-ка, давайте, куда вы хотели... А ну-ка. Сюда. Ну как? Ой, очень хорошо. Хорошо, да? Да. Вам её как, на резьбе сделать или на герметик? Давайте на герметик. Я не собираюсь её снимать никогда больше. Ну тогда хорошо. Пойдёмте тогда. Нам вам ещё нужно операцию на глаза сделать и штанах кое-что там модернизировать. Пойдёмте. На герметик же посадим Александр Анатольевич. Надёжная будет. И сразу к вам... Надо позвольте. Ну я же не виноват, что ты боишься летать. Если я отказалась прыгнуть с девятого этажа ради этой поездки, это не значит, что я боюсь летать. Некоторые люди устают на отдыхе сильнее, чем до него. Чё Дима-то не звонит, а? Господи, началось. И вообще, что за дурацкая идея заставлять мужа каждый день звонить тебе с курорта? Дурацкая идея была подарить нам на годовщину свадьбы путёвку в Турцию на одного. Слышите, чё я говорю? Ни на одну, ни на двоих, на одного. А что такого? Что такого? Чуть было не совместили день свадьбы с днём развода. Ну я же не виноват, что ты боишься летать. Если я отказалась прыгнуть с девятого этажа ради этой поездки, это не значит, что я боюсь летать. Да и вообще, какая тебе разница? Не твои же деньги. Ну поехал мальчик на курорт, отдохнул, развеялся. Это запах перегара у нас в квартире и только-только развеялся. Звонит. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О! Привет! Привет, Дим! Ну чё, как ты там? Здравствуй, сынок! Это... Тут такая штука приключилась. На меня какой-то немец чихнул. А у него этот, как его, ну вот это... Омикроб. Омикрон. Ну и всё. Карантин на две недели. Сразу набежали, скрутили. Тебя? Да нет. Лебедей на кровати из полотене скрутили. Я же как бы заново заезжаю, получается, на две недели. Как на две недели? Ну чем ты слушаешь-то? Ну карантин, говорю. Две недели тут сидеть. Ну... Печально, конечно. Печально невероятно. Вышли тебе денег. А, ну на лекарства, там туда-сюда. Вот. Как раз по поводу туда-сюда. Мне сейчас, чтобы отсюда-туда, ну, к тебе вернуться, надо, чтобы ты... Чтобы ты мне оттуда-сюда прислала денег. Столько же, сколько у меня было, когда я первый раз оттуда-сюда собирался. Подожди, ещё сто тысяч? Ты с ума сошёл, что ли? Ну как ты хотела-то, ну... Ещё две недели в четырёх звёздах жить. Ты же не виноват. Я сам очень... Очень страдаю. Дима, а кто это у тебя там? Чё за бабы голые? Это... Это Мираж. Какой Мираж? Ты чё, дуру-то делаешь из меня? Я тебе говорю, группа Мираж. Ты чё, Маргариту Суханкину не узнала? А почему она голая? Так это, состернуться решила? Она же тут третий месяц уже живёт. Карантин в смысле. Немец этот расчехался. И перезвонил. Сына, ты посмотри на него, а? Ну врёт же, ну врёт! Ну чует моё сердце что-то не то. Чует моё сердце что-то не то? Это я сказала, когда он тебя впервые в дом привёл. Так мне вообще не стыдно. Мой мальчик никогда не врёт. О, а чё это вы никогда не говорили? Что? Что у вас второй сын есть. Звонит. Чё, ну чё там с деньгами-то? Мне уже в дверь стучат. Дим, давай-ка ты собирайся и домой шуруй. Чё, ну серьёзно, я не вру, ну чё, ну? Ну реально карантин и денег требуют, ну. Ну ты мне не веришь, ты врача послушай, вот. Наташа, Наташа, надо денег. Наташа, денег, карантин, две недели. Страховка нет, страховка нет. За наш счёт. Видишь, ну вот чё человек так говорит, ну. Ну вот врач. Очень, очень страшная болезнь. Без денег никому не нужен. Умрёт. Ковёр, море, акула, ам, ам. Бокшиш, бокшиш давай. Бокшиш нет, не лечить. Ясно, ясно. Деньги, деньги, Наташа, давай. Ну вот, как-то так, а? Ну ты же видишь. Денег надо ему. Пусть он с Уханкиной своей занимает. Да ты с ума сошла, что ли? С Уханкиной отдавать придётся. А тебе нет, тебе отдавать ничего не нужно. Какие достали меня. Так, ничего, ничего, спокойно, спокойно. Потерпеть два-три годика и всё будет хорошо. Ты сейчас о чём? Я не поняла. Да как тебе не стыдно? Я, между прочим, бабушка твоего сына. Ну всё, я про это же и говорю. Через два-три года у меня сын женится. Ох, я на невестке-то отыграюсь. Ну, что делать-то будем? Ну что делать? Ты по-другому на это посмотри. Ну хорошо, застрял муж на две недели на курорте. Зато две недели не попьёт. А на это никаких денег не жалко. Как он не попьёт? У него там всё включено. Ну, знаешь, столько, сколько они с Коляном соседом попивают. Ни в одном о инклюзии нет. Ну не переживай, Колян там не появится у него. Загранпаспорта нет. Я вообще не удивлюсь, что у него никакого паспорта нет. Да ладно, это верно. А где мы столько денег возьмём? Ну у тебя же там что-то отложено на дачу. А у вас на похороны? И судя по тому, сколько у вас на похороны отложено, на ваших похоронах минимум Стас Михайлов должен пить. Слушай, ну давай так. Ты ему вышлишь из своих дачных, а я тебе потом из похоронных компенсирую. Короче, наберу ему сама. Так. Ну, короче, да. Так, я не поняла. Это что такое там? А это... Ну как что? Ну... Ну пока деньги не пришли, не кормят же. Так что вот, на одной воде сижу. Даже хлеба не дают. Даже хлеба не дают. На одной воде они там сидят. Всё, Дима, ты меня достал. Я не понял, как она это делает. А вот и Коленька. Коля, а ты что там делаешь? У тебя же загранпаспорта-то нету. Что же это не Коля? Это не Коля, просто похож, просто. Похож, это самое. Всё. Выздоравливаю, кажется. Не знал я, что у нас Турция в 42-й квартире на третьем этаже. Вы далеко не уходите, я вам сейчас денежку принесу. А вы, Тамара Михайловна, половину денег тоже далеко не убирайте. Сегодня, возможно, хоронить кое-кому придётся. Да невозможно, а точно. Позорки. Позорки. Ну пусть водитель разгружает. Что? Начал разгружать и надорвался? И где он? А, лежит, орёт в кузове. Да ты его перетащи в каналу. Здравствуйте. Маникюрный салон? Да. Вы знаете, я к вам записывался, да, на маникюрчик. На левой руке только сделаем маникюрчик, хорошо? Просто я опаздываю, я же артист, я в рекламе снимаюсь. И вот так вот карточку держу, вот так. Мне нужно, чтобы здесь красивые были ноготки. А на правой потом сделаем, хорошо? Да, конечно. Так что, давайте. Жена звонит, жена звонит. Алло, да, привет, дорогая. Ты на даче, да, уже? Да, с днём рождения тебе. Да. Нет, ничего не надо делать, ничего. Ложись, отдыхай. Отдыхай, да. Только теплицу открой. Да, и отдыхай, да. Да, все 12. Да, и всё, и отдыхай, телевизор смотри, да. Надюш, Надя, Надя, водички ещё натаскай. Водички. Нет, нет, не в бассейн, в бак. Да, в бак 200 литров там, видишь, да. И всё, ложись, отдыхай. Отдыхай, с днём рождения. Давай, 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 давай. Ужины день рождения. Да, хочется. Мы решили на даче отпраздновать день рождения. Вы знаете, она хочет красивое видео снять, что будет она принцесса в домике феи. Феи в лесном домике. О, моя принцесса звонит. Алло. Да, Надюш. Что? Бак протекает. Ты знаешь, у меня там паяльник. Да, паяльник, канифоль и припой. Да, возьми из бака воду, слей. Да. Слей воду, да, все 200 литров. Запаяй и по новой залей, ладно? Ладно? Да, и всё, и ложись, отдыхай. Да. Что? А, что такое канифоль? А канифоль это шарики такие коричневые. Да, ну всё, давай, с днём рождения, давай. Запаяешь, отдыхай, всё. Давай, давай. Хотим, знаете, сегодня отпраздновать со свечами, со свечами. Хочу всё украсить свечами, разбросать лепестки розы для моей феи, чтобы всё было под красивую музыку, будем пить шампанское. Романтик. Романтик. И как в домике принцессы, чтобы... О, моя принцесса звонит. Алло. Да, Надюш. А канифоль? Ну это шарики коричневые. Нашла? Высылай фотку. Нет, это не канифоль. Да, это коричневые шарики. Но это не канифоль. Нет, этим не паяй. Не надо, не будет держать. А, уже запаяла? И что? А, воняет и не держит, да? Это знаешь, что-то, это, давай, выкинь бак. На помойку, да, выкинь ее. А я тебе скажу, где помойка. Смотри, значит, идёшь по главной улице, вот в посёлке у нас, идёшь по главной улице, а потом тропинка в лес. Да, тропинка в лес, там, значит, через пасеку до реки. Да, потом позвонишь, я скажу, где брод. Да, через реку помойка, да. Всё, бак выкинишь, отдыхай. Отдыхай, да, с днём рождения. Давай, сейчас с днём рождения, давай, давай, моя дорогая целая. Знаете, хочу ей подарить на день рождения шляпку. Такую с фуалью, с фуалью, такую воздушную. Она у меня такая миниатюрная. Ох, вы бы знали, такая красавица моя, Надя. И ещё фарфоровую чашечку хочу из тоненького фарфора, такого тоненького-тоненького. Ну, как она, воздушная чашечка. О, моя, моя звонит, красавица. Алло, да, Надюш, дошла до реки? Нет? А где ты? А, на пасеке. В баке от пчёл прячешься? И что, и сколько там будешь сидеть? У тебя же день рождения. Смотри, Надюш, смотри, пристань в баке, пристань. Да. И маленькими шажочками иди до дома, да. А бак плюс на голове держится, да. Но пчёлы не будут кусать. Давай, иди маленькими шажочками, там 5 километров всего, да. Да, придёшь, и я приеду, будем праздновать, да. А, Надюш, Надя, когда идёшь, там эти должны были брёвна для бани привезти. Да, я на сегодня доставку заказал, проследи, чтобы разгрузили. Ладно, проследишь, и всё, и ложись, отдыхай. Да, давай, всё, давай. Баню решили построить на участке, представляете, на бревенчатую, такую двухэтажную. 400 брёвен заказал, чтобы как теремок была эта такая баня. Но это тоже и подарок на день рождения, и тут никому. О, моя Зая звонит. Да, да, Зая, да. Алло, дошла? А, да, брёвна привезли. Разгружают? Как нет? А почему не разгружают? Стрела на погрузчике сломалась? Ну, пусть вручную разгружают тогда. Что значит, грузчиков нет, только водитель? Ну, пусть водитель разгружает. Что? Начал разгружать и надорвался? И где он? А, лежит, орёт в кузове. Да ты его перетащи в канаву. Да, в канаву, чтобы он не мешал разгружать. Кому? Тебе. Ты просто его из кузова вытолкни, он уползёт и всё. Брёвна потом пнёшь, просто они из кузова вскатятся и всё, и лежи, отдыхай. Да. Ну, борт откинь, да и всё. Кто они даёт разгружать? Водитель? А зачем он в борт цепился? Ну, стукни его по пальцам. Да, стукни и всё. Всё, отпал, да? А, ну и всё, разгружай спокойненько. Да ничего несложно, борт открой, они вывалятся и всё. Да, борт просто откроешь, вот здесь вот кутикулку немножечко поменьше сделайте. Не, закрасывай. Вот чуть-чуть, да, потому что кутикулки не одинаковые. А, Надь, а не тебе? Нет, нет, нет. Открыло борт? Отлично. Теперь воткни ломб брёвна, да. Да, и бей по нему кувалдой. Вывалились? А, и ты тоже. А кто это орёт? Ты? А, водитель? А чего он орёт? А, его брёвнами завалило. Ну и это нехорошо, надо его достать. Попробуй его за ноги выдернуть. Да, из брёвен. Да, возьми за ноги и дёрни. Что, выдернуло? А, штаны сдёрнуло. Тогда знаешь что, тогда попробуй его с другой стороны выбить ломом. Да, попробуй ломом. Поставь лом и кувалду выбивай. А, лом тоже завалило. Тогда нужно, знаешь что, надо, Надюш, несколько брёвнышек убрать и достать его. Ну нехорошо, чего он орёт? Ну соседи у нас могут пожаловаться. Он соседка же, ты знаешь, она даже на звук пчёл жалуется. А, Надя, Надя, слушай, подожди, ты уже начала брёвна с него скидывать? Нет ещё? А, знаешь, что подумал? Мы же это, чего их два раза таскать? Мы же баню на пасеке хотели делать. Да, давай их сразу туда. На пасеку, да. Ну и что, что пчёлы, у тебя же бак? Надевай бак, бери брёвнышко, да. И маленькими шажочками к пасеке тащи бревно. А что, мы никуда не торопимся? Ну и что, что 400 брёвен? Ну я ещё долго не приеду. Да, да. Да, всё успеешь, всё успеешь. Давай, бери бревно и маленькими шажочками к пасеке. Вот женщина, да. Вот женщина. Ничего без нас не могут мужиков. Всё вот им надо объяснить. Ну вот всё надо объяснять. Всё по полочкам разложить. Ох, всё на нас в мужиках держится. Да. О, да посмотрите, опять звонит. Надя, алло, да. Ну я же объяснил вроде всё. Где ты? Упала в реку. Ну и что ты паникуешь? Ты же в баке сидишь. Бревно рядом. Рядом же, да? Бревно не отпускай. Нет, не надо. Да, а то у нас потом для бани не хватит. Да нормально всё. Сейчас тебя речка вынесет к водохранилище. Там будет плотина. Бревно поставь поперёк плотины водозабора. Всё, упрись и жди меня. Да. Я после съёмки заеду, тебя заберу. Часа через четыре. Всё, и поедем праздновать. Давай, с днём рождения, дорогая. Да. А, Надюш, и это, пока ждёшь, рыбы налови. Да. Приеду, будем праздновать, дорогая. С днём рождения, тебе. Всё, пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кушаете, да? А по вам не скажешь? Вы такая стройная, просто красивая. У меня вот, наоборот, я не кушаю, а по мне не скажешь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Когда на ферме повесили портрет нашего Арамчика, коровы стали давать клубничный йогурт. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта песня посвящается всем, чьё сердце хоть раз втекали в ядовитый кинжал предательства. Ничем теперь не заглушить всю боль растерзанной души, всю боль растерзанной души. Я прошу прощения, я посижу чуть-чуть у вас здесь, немного отойду и исчезну. Наверное, навсегда. Да, конечно, садитесь. Вы так здорово спели, так трогательно. Спасибо. Боль её же не сыграешь, да. Я вас, знаете, я вас прекрасно понимаю, предательство это очень больно. Даже я не представлял, насколько больно. Скажите, когда-нибудь станет легче? Конечно. Пройдёт время, и вы обязательно кого-нибудь встретите. Вы знаете, мне кажется, что я уже больше никогда никого не полюблю. А вы почему здесь одна? У меня обед. Ничего себе. Кушаете, да? Да. А по вам не скажешь? Вы такая стройная, просто красивая. У меня вот наоборот, я не кушаю, а по мне не скажешь. Да. Наверное, поэтому она меня и бросила. Не идеальный. Не то, что мой друг. Да вы что, она ушла от вас к вашему другу? Какой кошмар. Ужас. Вот теперь ни любимая ни друга. Так и живу один, как раненый тигр. Да ладно, не переживайте, всё обязательно наладится. Вы думаете? Спасибо. Да не стоит благодарить. Не, стоит, стоит. Обожаю твои руки, мула. Ты что вы делаете-то? Ой, простите, я забылся, перепутал вас с ней. Просто ведь так похожи вообще. Может, выпейте со мной вина, я закажу? Нет, мне ещё полдня впереди работать. Ну да, да, конечно. Я понимаю, у вас своя жизнь, а я лезу тут к вам со своей сломанной судьбой. Ладно, уходите, конечно, идите. Я один захлебнусь тут в этом вине. Да я не ухожу никуда ещё, я ещё не доела. Серьёзно, ещё побудете, да? Блин, спасибо тебе, господи, а? Вот я смотрю на тебя и удивляюсь. Какая же ты всё-таки вот красивая, да, добрая. О, нет. Что случилось? Ну-ка, обними меня быстро скорее. Что? Тише, тише. Видишь, там за спиной, за моей... Это она, моя бывшая. Это я на неё похожа? Нет, нет, нет. Только руками, если честно. Да, да. Давайте, давайте, не обращайте на неё внимания. Давайте уколим её, да, сделаем её больно. Не отвлекайтесь, обнимайте меня. Ужалим её. Пусть она видит, что я тоже могу быть счастлив с другой женщиной. Давайте целоваться. Нет. Нет, конечно, нет. Да, согласен, Рана, действительно. Что, она смотрит по мне? Нет. Ты посмотри, а, какая високомерная. Пришла сидеть, делая твичь, что не замечает меня. Какое-то пустое место какое-то. Смотрит она сейчас? Нет. Притворяется. На самом деле, там сейчас внутри пожар, отвечаю. Если бы не ты, уже подошла бы, ударила меня, наверное. Она что, била вас? Жёстко. Ты посмотри на неё. Реально два перелома. Ну, если жизнь не считать. Просто после этих токсичных отношений всех, знаете, вот этих систематических унижений тоже. Э, я не поняла, что вы пялитесь на меня? Я что, бахилу забыла снять? Или у меня усы от капучино? Что не так? Головой у вас, женщина, не так. Мне сейчас про вас всё, вон, рассказали. Кто рассказал? Бывший ваш. Кто мой бывший? Вот этот тюлень небритый? Вот что я говорю, представляешь, только подошла, сразу оскорбила. Я ещё ничего не сказал, даже просто человека бесит, что я мальчук. Да, про тебя рассказал, что понятно, так что иди сядь обратно на своё место и имей силу в себе признать, что я могу быть счастлив с другой женщиной. Как мне её, да? Бывшая, значит, да? Значит так, я на правах бывший. Сейчас тебе всё расскажу, моя хорошая. Что тебя ждёт? Ты золотишко-то по квартире всё спрячь. А то он золото всё соберёт и на ставочки на своём. Да-да-да. А ещё у него диагноз. Он, наверное, всё рассказал, кроме этого-то, да? Он же на учёте в психушке состоит. Меня врачи просили его там оставить. Но нет, нет, вот гуляет. У него же расстройство. Он патологический лгун. Синдром Мюнхгаузена. Какой синдром? Я этого Мюнхгаузена вообще не знаю, честно говоря. Я её-то в первый раз в жизни вижу, если честно. Да, ну вот, полюбуйся, полюбуйся. Честно говоря, как мужик он тоже больше воздух сотрясает. Поэтому на твоём поместье я бы хорошенько подумала, нужен ли тебе такой прицеп. Э, какой, ты что мелишь, а, прицеп? Сама-то вон на себя посмотри, фура. Ну вообще, задела прям, задела, да? Да, задела. Интересно, в какой пункт? Наверное, про психушечку, да? Горшочек-то не варит уже? Ты вообще зачем подошла? Сидела бы дальше, тут незнакомка, и молчала. Подыгрывала бы в тряпочку. Чего? Ну, в смысле, сидела, подыгрывала, молчала бы в тряпочку. Да-да-да-да-да-да-да, всё уже так заврался, всё, слова в предложение-то уже не складываются, да? Да, а ты-то, да, заврал, а ты прямо правду здесь говоришь, да, Сидич? Прямо телевизор такой нащёльца. Добрый вечер в эфире, правда, да? Где путь, чтобы выключить вот это вообще? Да, тебя-то вообще не заткнуть 32 слова в секунду, лучше бы зубов столько было. Да и что? Э, пожарный, это ваш бронсбой, тут пеной брызгает, всё забрызгало. Замаживайте его отсюда. Да из-за таких, как ты, противозачаточные придумали. А такими, как ты, детей пугают, понятно? Говорят, вырастешь, девочкам говорят, вырастешь, будешь вот такой. Мальчикам говорят, вырастешь, жена будет такая, вот. Да, тебя-то, я смотрю, сильно напугали, да? А ты не напугалась, видимо, вообще. А, что, закончились слова, да? Просто звуки издаём, да, уже? А, на такие в эфире музыкальная пауза, понятно. Да, занудоты, занудоты. Что? Слушай, а мы раньше не встречались? Блин, реально сейчас как бивщие поругались. Да, вроде нет. Арам. В переводе, дарящее удовольствие. Светлана Николаевна. В переводе, дочь Николая. Очень красиво. Светлана, дочь Николая, а скажи, пожалуйста, а вот этот, Сидрон Михалзин, это бывший твой, да? Похожешь на него просто? Господи, ещё и тупой. Эй, не тупой, а музыкальный, подожди. Ай! Стоит! Смотрите, Павлов! Идите в баню! Слушайте, стоп, стоп, стоп. У нас авария. А не стоп. Разломал телефон. Пока говорил. А есть ли второй? Ой. Ну, давайте поговорим. Как дела? Спасибо за ожидание. Да, так и есть. У вас на счету 1 миллиард 17 рублей. И у нас к вам два... Подожди ты, там. Тупой ты менеджмент. Увольнять надо таких из банка. Скажи, ошибка сразу. Вставили баллап. Давай. Такие невкусные эти стилипоны. Подождите вы. Куда вы? Вон я, вон я, вон выключает свет. Тут мороны пролетали. Куда вы? Ты чё, кашляешь-то, зачем? А вот сейчас... А вот что? Смотрите, фокус покажу. Смотрите, смотрите. Раз. И далее. Я ручку пересадил через стол на пол. Вот так. Просто волшебник. Да. Мы можем стать... Да у вас просто дырка в столе. Чё вы... Я не знаю, зачем она здесь. Я спрашивал на репетиции, почему стол дырявый. Нито не ответил. Вы не знаете, чё тут дырка? Нет? Вы давно же сидите здесь. Давай дальше. Да, это чтобы встать. Спать на столе и не задохнуться. Не, ну если не верите, вот это. Чё это? Ну как такое может быть? Я узнавал, никто не знает, чё это такое. Меня это беспокоит. Каждый номер я у вас хотел спросить. Это же... Для чего? Кто знает? Это же купальник нудиста. Знаете теперь. Разобрались всё. Всё, давайте дальше. По тексту и всё. Ну много вариантов, конечно. Там чуть-чуть осталось. Я бы не хотел. Отдавите. Извините. Я бы встрял. Что? А вы где её переносили? Хотелось бы узнать. По конфетке информация есть? Я её уносил у сердца. Но она упала ниже. Ну хорошо, там трусы её установили. Что? Хотите я из носка достану? Не, не, не. Не, опять я дырку открыл. Мне дырку видны сейчас. Дурацкая идея была подарить на ту... Теф-теф-те. Слушай, подожди. А как вы делаете, чтобы зубы... У вас в помаде. Или не в помаде. А так ли она, да? Извините, как он так... Аккуратненько. Извините, как он не уезжает. Не помогает? Так, ладно, давайте. Про дурацкую идею расскажу вам. Я про это сейчас и говорю. Через два-три годика у меня сын женится. Ох, я на невестке-то от... Давай ещё расскажу про... Отыграюсь на невестке. Там отыграюсь было слово. Давайте ещё разок. Возьмём стакан. Возьмём стакан, да. Я в него врезал. Давайте сыграем... От стакана и до конца. Заткнись там! От стакана и до конца. Ты что-то бегает до сих пор? Давайте приготовимся, пожалуйста. Вот так. Всё, Дима! Ты меня достал! Вода. Я не понял. Я слышу. Ещё раз, пожалуйста. Слышу в рацию. Ещё раз. Обожаю этот номер. Отсюда, кажется, идеально. Думаете, там вода? Когда она попадёт, вы должны так обалдеть, чтобы... Мне кажется, я никогда не попаду. И сейчас он бывший вас, про вас, всё рассказал. Какой бывший? Переговорите, пожалуйста. Бывший ваш, про вас. Хорошо, Господи. Не, сейчас, тогда ещё погодите, секунду. Я пока сидел, у меня харизма выпала. Всё, сразу из тебя всё повыпадало. А, извиняюсь. Ну что-то упало у вас, нет? Эй, слушай, незнакомка, вставь мне не надо. Звучит. Звучит ужасно. А я могу. Не, не надо. Так, всё, собрались, да? Давай с моего... Давай, давай, давай. Давай с твоего, подходи. Да. Ты держал бокал в руках, да? Я держал бокал, да. Э! Не надо так делать. Как я с ними просто? О, всё, сейчас... Обалделай, что я красивый, да? Очень. А ты не отвлекаешься? Чё ты, куча? Поужинаешь хоть? Я потом говорить не могу. А, тогда не ешь. Да. Э! Ты сейчас и ждёшь. Чё ты, Жанна, давайте. Чё, делает улыбку и всё? Чё это такое? Сальфетку, блин, уже испортил тебе. Давай. Я просто думал, ты ушла уже вообще. Ты затылком улыбаешься, я вижу прям. Я не улыбаюсь? Это как? Подожди. Мы не приготовились. Ты чё смотришь? Бабку не видел, отговариваешь? Скоро увидишь. В зеркале. Господи, даже очки спадуют. Господи, ты-то чё смотришь-то? Да куда повернуться-то, чтоб никто не видел? Это нам, Жанна, сзади. Он после операции устал немного. У него 400 операций в день. 400. Ну, он ножку стёр, пока оглашки пересаживал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Да не парься, мне даже нравится. Нет у меня ничего, иди давай отсюда. Марина, вот короче, ты такая злая, потому что ты одинокая, да. Да? А ты чё тогда не злой? Я-то шесть лет всего одинокий, а тебе-то почти сорок уже. Слышь, это вот, шевели штанами своими отсюда. Да, Маринка, одноклассницы-то твои, вон, все уже замуж повыскакивали. Обе. И тебе надо замуж, Маринка, ты по-добре будешь-то? А, скажешь тоже, за кого тут замуж-то? За тебя, что ли? Согубу-то закатай, ты не моём вкусе. Конечно, я же не боярышник. Вообще не поэтому. Ты не соответствуешь моим требованиям. Да? Чё там у тебя за требования? Миллион долларов и вертолёт? Нет, в тебе изюминки нету. А я тебе не кулич на Пасху, чтоб с изюмом внутри ходить. А, подумаешь. Здравствуйте. Категорический привет коренным жителям Среднего Уралья. Нихау. Здравствуйте. Э, Маринус. Здравствуйте. Ты куда поплыва-то? Здрасте. Скажите, у вас есть глина для волос? Чё? Глина для волос есть у вас? А, это... Так это вы не туда свернули. Ага. Да, это вам надо было прямо по деревне проехать. Там в конце улицы кладбище. Там за кладбищем карьер. Там глины на всё туловище вам хватит. Гена, советы по уходу за волосами не твоя область. Да. Я Марина. Дмитрий. Тут вообще-то очередь, Дмитрий. Гена, тебе вроде идти куда-то надо было. Иди. А меня ещё не обслужили. Я тебе сказала, без денег не дам. О-о-о-о. Сори. Я прямо, извините, не моё дело, конечно, но у вас прямо тут дом быта. Да, вы не так всё поняли. Гена, сейчас люди не ведь что подумают. Давай, бери, что надо, и валей. Я выбираю. Выбирай, тогда не мешай. Дмитрий, а знаете, у нас глина для волос закончилась. Да, передо мной последнюю забрали. Вот-то я сегодня неухоженный. Может быть, вам что-то попить. Лимонад, газировка. Нет, нет, не надо. Вода без газа есть у вас? Вообще не проблема. У нас деревня без газа. Вода без газа, секундочку. Ну, рассказывайте, откуда вы к нам такой чистый? По воде дошли? А, нет, 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 катера у меня нет. Я на машине. Я просто тут целебный источник у вас где-то. И у меня GPS, ну, не ловит. И всё, и у меня навигатор сбился. Я заблудился, не знаю, где. А-а-а, целебный источник. Так ты больной. А у нас тут всё целебное. Слышь, красотуля, ты куда Маринку ела? Дмитрий, а вы к нам на источник на сколько дней? Да, а то там за день-то не выпить всё, Дима. Ты бы справился? Сегодня, да. Я не знаю, а что там два дня-то делать? Ну, не знаю, может быть, вы хотите наши места посмотреть, заповедные? Хотим ваши места посмотреть. Спасибо. Просто у меня комната есть свободная, если хотите, можете переночевать. Дима, не советую. Просто у нас тут место пропащее. Да. Пропадает, скот пропадает, деньги пропадают, люди пропадают. Чё ты мелешь-то? Кто у нас пропал-то? Я пропал. Дима, Дима, ты куда пропал-то? О, началось. Дима, там на парковке лошадь к нашей машине подошла и не уходит. Я ей, главное, говорю, уважаемая лошадь, отойдите. Она меня не понимает, тупая какая-то. Начала лизать стекло, мне пришлось вообще через другую дверь вылезать. Дима, у них лошади по парковке ходят. Мы куда попали? В средневековье, а? Мы здесь чуму не подцепим. Дима, ну, я не знаю, ну, чё ты перестанешь стерить-то, в конце концов? Ты же сама сказала, я глину для волос забыла. О, смотри, глиномесово. Ой, давай заедем сюда, может, в этой деревне есть. Дима, да какая это деревня? Это не деревня. Это кто-то старыми брёвнами чихнул. И в развалах аборигены завелись. Ой, деревня, это, знаешь, такие резные ставинки, зелёные лужайки, Белые коровки с пятнышками на спине. А, так это вам не к нам надо. Это вам ехать надо в этот, в мультик. Там вот всё, как вы описали. Только ещё никто не какает. Дима, ты б сходил на парковку, лошадь свою проверил? А чё я сказал? Ну, реально, ни разу не видел мультики, чтоб белоснежка, допустим, сказала. Гномы, с алмазами всё понятно. Где туалет? А то с фросоней припёрла, ой! Женщина, а с вами вообще никто не разговаривает. Дима, отойди от него, завтра ещё зачешешься. Женщина, а вы чё такая злая? Это потому, что у вас вон усы растут? Да вы мне сказали сейчас. Да ладно, чё ты завелась-то? Сейчас на источник приедем, целебная водичка умоешься, и всё, и они перестанут расти. Вы вообще дурак! Вы карты принимаете? Да, только козыри. Какие козыри? Сегодня черви. Какие черви? Дождевые. Дима, я тут босоножкой в лепёху наступила! Вот, Дима, где вы в своей Москве в такое наступите? Молиса Бэль. Чё? А чё это, получается, ты как бы, ну, перед этой, усатой фифой городской, заступилась за меня, что ли? Так у тебя у самого-то язык, походу, отсох. Только меня можешь бесить без остановки. Да это потому, что она-то мне никто. А я? А ты? Кто? Ладно, чё тебе в тетрадку записать? Два лимонада, шоколадка и... Куда ты разогнулся-то? Мне просто надо большой, большой список продуктов взять. Зачем? Да я планирую комнату у вас тут снять. Хочу места ваши посмотреть. Заповедные. Ладно, два лимонада, шоколад, чё ещё? Всё, у меня самогон же есть. Господи, я не пью самогон. Шампанское на себя запишу. Блин, богиня вообще! Да, это лучшая аптека, город Сочи, специализированный. А на чём вы специализируетесь? На Сочи я же сказала. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Аптека, Светлана? Да, это лучшая аптека, город Сочи, специализированный. А на чём вы специализируетесь? На Сочи я же сказала. Светлана, потому что вы Светлана. Нет, я Оренуш. А почему тогда Светлана? А потому что Сочи закон такой, всё должно называться либо Светлана, либо Брис, либо Чайка. У меня слева Брис, справа Чайка, так что у нас вариантов не было совсем. Знаете, я утром приходил, никого не было. А утром я самокаты просто развозила. А кто ты просто так ждал? А что, пострелял бы просто так. Утром у нас здесь тир, колечки на штырь понакидывал. Ты сейчас, кстати, будешь шарик дротиками лопать? Нет. Три шарика лопаешь, медведь, четыре, фламинго. Нет, спасибо, я не хочу. Рыбий педикюр, давай. А это что? А это ты ногу суёшь в воду, а рыба есть. А, такая маленькая рыбка? Нет, ты что, наша форель адлерская, вот. Я потом тебе могу её в фольге приготовить. Сначала она тебя ест, потом ты её. Вот такая схема в Сочи у нас по форели. Я, знаете, между прочим, вечером тоже приходил, вас тоже не было. Я вечером батут сдувала. Вот, видишь табличка, сдуваю батут, вот, я поставила, вот. Ты, кстати, на экскурсию поедешь, чьи же псы. Туда мало кто ездит, но мы с тобой проедем, у меня УАЗик на проставках. Спасибо, я пока воздержусь. Мне просто таблетки надо. Какой таблетка надо? Ты что? Ну, этот, уголь активированный. Что случилось? А что ты кушал? Зачем надо уголь? Что такое? Я только собираюсь попробовать. Что ты собираешься попробовать? Сливу. Ты что, ты с ума сошел? Уголь не поможет. Уголь поможет, если ты просто только в Сочи приехал. Из самолета вышел, воздух вдохнул. И вот тогда только поможет уголь активированный. Вот, когда ты еще ничего не кушал вообще. Вот тогда только уголь поможет. Так, ну а что от сливы тогда? Что ты к сливе пристал вообще? Слива это вообще вершина. Это главный босс уровня. Главный герой этого медицинского фруктового казино. Вот, что ты к ней пристал? Смотри, у нас, значит, как идет? Вот слива по возрастающей. После сливы что? После сливы, смотри, значит, ураган, сель, смерч, арбуз, пленка, половинка. Вот, завернутый. И дальше торнадо. Вот, арбуз. Ну а что вы мне тогда посоветуете? Я тебе посоветую персик. Вот, кушай персик. Это от персик. Одна таблетка, один персик. Одна пластинка, один персик. Один персик, второй персик, третий персик, четвертый персик. Дальше инжир. Раз, два, три, четыре. Один инжир. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Второй инжир. А почему же второй инжир больше таблеток? Так организм-то привыкает. Нужно больше, понимаешь? вот значит значит что ты еще хочешь я за эти я хочу абрикос попробуй абрикос значит абрикос вот я тебе там от абрикос это мало от абрикос 1 таблетка это если ты абрикос просто в руку возьмешь а если ты абрикос в рот возьмешь тогда тебе понадобится вот это а если его случайно по проглачу а если проглотишь абрикос то тебе поможет бог тебе не поможет потому что в с易 бога нет тут все безбожно такой хочу что пробовать я хочу ежевику по сколько хочешь ежевика пробовать ну килограмм на четеж�를 к повес уйдет значит грамм на грамм значит тебе надо два килограмма значит это вот если ты будешь и живи к вот кушай джи века наслаждайся Вы бы сказали килограмм, грамм на грамм, а тут два Бери сразу, тебе потом сюда некогда бегать будет Ну а если я вот дыню захочу попробовать? Если ты дыню захочешь, то тут нужна капсула Тут нужна капсула, я тебе сейчас ее дам, вот Вот такая капсула идет на дыню Она в желудок занимает полностью и дыня у тебя не входит И так работает капсула, вот Поэтому она форма как дыня, тогда вот тебе еще сочинская капсула от дыня Что ты еще хочешь? Я даже не знаю, я вообще-то хотел в море еще искупаться В море искупаться, в Сочи, в сезон Тогда тебе нужно, знаешь, две капельницы, вот Вот две капельницы, значит, каждая рука по капельнице Значит, сколько будешь купаться в море? Минут 30 30 минут, тогда две капельницы мало, тогда надо 4 Вот, выйдешь, сразу прокапайся А лучше прокапайся и заходи А лучше с ними и заходи, тебя, если что, по капельницам потом найдут А как я с капельницами-то в море-то зайду? Ты что, ты тупой, что ли? Ну как, как? Вот, держи, давай, на Как ребеночек, ну, примотал на рукавничке и спокойно в море побежал Держи, вот так, значит, примотал таблетку за щечку и купайся в сочинский море Знаешь, какой девиз нашей аптеки? Какой? Если есть на свете рай, ты в него не попадай А попадай к нам, аптека Сочи, Светлана, мы тебе поможем просто по-братски Вот так Что ты еще хочешь пробовать, скажи сразу Ну, а лычу хотел попробовать А лыча, а лыча, на лычу у меня ничего нет А лыча это тяжелые препараты, они по рецептам Продаются под контролем государства, а лыча это стационарное лечение, там хирург нужен Что-то режать? Нет, зашивать Ну, я, наверное, тогда а лычу не буду Да, а лычу не надо, потому что в Сочи хирурга нет Будет хирург, будет тебе а лыча Я тебе сейчас все, значит, соберу Держи капсул Я тебе вот сюда в тазик, все вот это вот Значит, это наслаждайся в Сочи, купайся в море И отдыхай, ни в чем себе не отказывай Кушай фрукты, все, давай Ты, кстати, чем будешь фрукты запивать? Не знаю пока Я знаю Вот чача Вот вино Вот коньяк, все домашнее Все домашнее, бери, дорогой Знаете что, я сначала к фруктам привыкну Боюсь, с фруктами и вином у меня организм не справится От души, брат, от души Ты сейчас куда-то идешь? Я на пляж Давай я тебя довезу На озике? Да почему, на банане поедем Пять минут пятьсот рублей Цена вообще ни о чем Поехали, для Сочи это нормальная цена Нет, спасибо, я сам дойду Ну ладно Все, дорогой Таблетки скушаешь? Тазик не выбрасывай Это будет план Б Это Сочи, дорогой От души Душевно в душу, брат Я не понял, а ты что ничего не делаешь, сидишь? Хм, в смысле? А кто с тобой на укладку сходил? Уезжая с женой в путешествие на круизном лайнере Лучше договориться на берегу, чтобы она осталась на берегу. Так, я собаку пристроила, такси заказала. Я не поняла, ты что ничего не делаешь, сидишь? Хм, в смысле? А кто с тобой на укладку сходил? Ты гостиницу забронировал? Да считай, что да. В смысле считай, что да? Ну это минутное дело. Давай, собирайся спокойненько. Давай быстрее, а то не успею. Сейчас закажу. Алло. Да, девушка, здравствуйте. Мы хотим остановиться у вашей гостиницы. Да, фамилия Губин. Да, Губин. Ага. Губин. Г первое, Г. Губин. Губин, как певец. Как певец. 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 П. П. Певец. Губин. П. Да, да. Да не Пубин. Андрей. Андрей. Да. А. Нет, не Аубин. Певец. Нет. Не Павляшвили. Да, Якубович вообще не певец. И не Андрей. И Павляшвили не Андрей. Ну, кто Андрей? Кончельский с Андрей. Малахов Андрей. Рожков Андрей. Слушайте, почему вы вообще об этом разговариваете? Женщины, вы запишите, пожалуйста, Губин. Гу-бин. В смысле, с музыкальными инструментами нельзя? Нет, не Бубин. Губин. Г первое. Г. Георгий. Георгий. Да не Беоргий. Губа проверочное слово. Губа. Губа не дура. Не дура. Да блин, да не дура, дура. Да, Губин. Да. Николай. Николай Губин. Да. Николай. Эн. Эн. Николай. Слитно. Да я в курсе, что не с глаголами пишется раздельно. Ни с колаями пишется слитно. Да. Да. Ага. Николай Губин. Все, спасибо. И второй человек. Губина. Губина. Г. Г. Как Губин. Жена. Ж. 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 Жена. Ж. Да не Жубина. Губина. Губина. Г. Губина. Да. Ага. Так, а сколько стоимость будет? Какие 37 тысячи? Почему 7 человек? Нет. Жубин не будет заезжать. Зубин? Нет. В. Вубин нет. И. Убин. Вы вообще чем там занимаетесь? Губин и Губина. Да почему и Губина-то? Просто Губина. Да, два человека. Губин и Губина. Подожди, подожди. Двое. Ты что говоришь, что два человека? С нами же еще Валерка будет, Кимин Чижиди. А тут знаешь, пока непонятно будет он или нет. Через Чижа зайду. Девушка, еще второй номер нужен? Да. Приготовьтесь. Валерий Кимин Чижиди. Ки-ми-н-чи... Да, Кимин Чижиди. Да, Кимин Чижиди и мы Губины. Нет, не Бубины. Послушайте, так же просто, как Кимин Чижиди, только Губины. Да, 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 да. Нет, Губины. Губины. Послушайте, женщина, а кто-нибудь рядом другой у вас есть? Кто-нибудь рядом еще? Можно ему трубочку, пожалуйста? Да, спасибо большое. Алло, да, здравствуйте. Мальчик, отдай обратно трубку тете. Да, маме отдай, пожалуйста. Тулупку, а блатна отдай, да. Отдай трубку! Мальчик, не плачь, не плачь. Давай поиграем, давай. Повторяй за мной Губин, давай Губин. Вот молодец. Повернись теперь к тете, да, к маме, да, да, да. И скажи ей Губин. Нет, нет, не Бубин. А, девушка, это вы, да? А, вам ребенок все объяснил, да. Губины, да. Нет, нет, Губины, Г. Г, потом Б. Нет, не к Бубины, а Г-У, Б-И, Н-Ы. Г-У, Б-И, Н-Ы. Блин, я уже путаюсь. Г-У, Б-И. Дай трубку мне. Алло. А, hello, we needed two suits for, first one for Mr. and Mrs. Gubini, and second room for Mr. Kimincijidi. А, yes. Thank you. Ты совсем, что ли? Ну, мы же за границу едем. Дорогие мужчины, отправляясь в отпуск, не забудьте с собой взять, самое главное, свою жену. Потому что, ну, куда вы без нас? Алло, девушка. Да, это я. Вы ничего не поняли, да? Это жена была. Да. Ты с чего взяла, что в Беларуси по-английски разговаривали? А как они там разговаривают? О, кстати. Алло. Здравствуйте. Два человечка приятец. Она меня понимает. А, так, наконец-то. А, губины, да, и еще киминти жидзи. Держи сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зуйба. Чего? Слушай, я твой характер знаю. Ты в тюрьму рано или поздно все равно сядешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некоторые марафонцы обоснованно считают, что легкая атлетика не такая уж и легкая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мда. Ты как так умудрилась, Зуева? Да как умудрилась? Ну, я че, я метнула и вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты как так умудрилась, Зуева? Это же, это же, это же... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый рекорд Европы, Зуева! Дождите, но его же надо в больницу, наверное, тащить. Не-не-не-не-не, его сейчас нельзя в больницу, это че? Не-не-не, нельзя. Это же надо сначала зафиксировать, замерить все, чтобы официально. Ты же второй раз так не бросишь, ты че? Ты, кстати, умудрилась-то? Ты обычно кидаешь на 15 метров ближе. Как так вообще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попало-то в него там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сюда-то он уже... А-а-а-а-а... Красавчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам уже? На себе не показывай и че ты... Че? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, значит, Альф зафиксируем и спустим это дело на тормозах. Да вы че, с ума сошли? Там же зрители были, свидетели, значит, есть. зуева это районная спартакиада по легкой атлетике в сесерти зрители там он три алкаша сидят на трибунах понимаешь и все они мне кажется так орали они думают что по правилам обязательно в кого-то попасть надо думать и выиграла ты первый рекордсменка европы в сесерти зуева ты представляешь что ты сделала добрый день я больной ох ты как вы сегодня не вовремя то быстро пришли очень больной мы это мы это самое все тут порешаем идите идите уже давайте идите погодите я не могу вбросить больного вот он не может бросить больного от вагона во время к вида понимаешь по страны звоните в амбулаторию идите мы позвоним в амбулаторию здравия желаю лейтенант капитанов ленинской рвд чешу так все сиди не вовремя вовремя приходите да я смотрю вас тут серьезно давайте-ка сразу же протокольчик составим вы получается кидали копьем нет я в смысле ты определись ты тогда не рекордсменка европы если нет и кидов тогда я ну тогда вам десятка светит тогда не я чего слушай я твой характер знаю ты в тюрьму рано или поздно все равно сядешь плюс минус год а рекордсменкой европы ты не станешь больше никогда определись тогда я так скажите а может быть вас кто-то заставлял бросать копье да кто он каждый день 15 лет подряд говорил кидай копье кидай копье я кидала вот ну так это получается значит о п.г. ну организованная преступная группировка они не 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 какой опыг не опыг дюсша дюсша вообще буквок даже близко нету похожих дюсша слушай ты хочешь быть тренером рекордсменки европы или нет ты давай тоже определяйся это же мой вы чё натворили вы чё творите а вот же на мировой рекорд бежал почему через поле а как бы он мировой рекорд поставил если через поле не срезал так ладно все понятно что непонятно давайте все собирайтесь там в отделении разберемся со мной может это дело как бы оформим как самоубийство как вы себе это представляете прекрасно представляю в красках слушайте это же это же рекорд европы вы представляете европейская федерация по легкой атлетике такая вау где-то оси сердце и начинается финансирование финансовые потоки полились в общем денег стоит всем хватит вам больницу новую откроют понимаете районную вам вам звезду новую вот такую майора вам 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 костюм новый справят это самое да и мозоль вам вырежут понимаете у всех все будет и мы этого всего лишимся вот из этого прохиндея который хотел зарезать вообще мошенник не реально можно на обезьянь оспу сейчас писать все равно никто симптомов не знает можно вот так и проявляется обезьяне оспа копьем в спине а тем более взяла же обезьяна в руки полку а тут она у нее из спины выросла ну в принципе и район не наш как не ваш что это же ленинский ленинский но кидала то она в кировском а у нас ведь знаете дело пока из одного района в другое но по-любому потеряется так товарищ у кого телефон это не я нет у меня тоже только у меня в машине вот это у меня дисковый а это у него как у него чего очень на мировой рекорд с телефоном бежал у него жена знаете какая ревнивая если он не ответит ему хана еще больше хана чем сейчас видимо да алё да дорогая все хорошо бегу что с голосом немножко устал нет нет никаких баб нет но есть одна но она больше мужик все добегу позвоню так это что получается он живой ну ну а если живой так и никакого и дела считай не было я всегда говорил обезьянье оспа не такое уж и опасное заболевание температура даже не повысила мне домой но и сейчас домой домой только только не 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 туда ползел сюда еще 30 будет мировой рекорд это же денег в два раза больше вам клинику построим частную вашу собственную глазную терапевт но я сговорчивый вообще звезду вот такую маршальскую а вам а вам а вам чё надо у вас все есть у вас костюм мозоли нету фотографию на доску почета ползи прохиндей после моего великолепного семинара вы все услышите совсем другие звуки вот такие сейчас на эту сцену выйдет лучший бизнес-коуч бизнес-гуру мирового уровня магистр экономических поток бриллиантовый адепт оранжевого статуса встречайте андрей побосович рожмани спасибо слышите это ваше состояние сейчас полная пустота после моего великолепного семинара вы все услышите совсем другие звуки вот такие мое имя андрей побосович рожмани если вы хотите стать по-настоящему успешным и состоятельным человеком то вам не повезло это место уже занято мной я был убогим нищебродом до тех пор пока не понял что могу учить убогих нищебродов если у вас нет денег кто помнит проблема только в вас и вас и вас проблема в вас вам надо просто встать с дивана и начать становиться богаче богаче просто богаче соберите свою силу в кулак и становитесь богаче записывайте я сам не запоминаю эту лабуду вот вы девушка о чем вы мечтали утром вы хотите больше зарабатывать надо больше работать просто напросто надо больше работать так молодой человек что вы хотели сегодня утром вы вы хотите больше денег я не вас спрашиваю вы не молодой человек молодой человек ему три годика они вот рядом там вот 18 лет вот вот что вы хотите больше денег да больше денег так а сейчас внимание посмотрите на эту женщину познакомьтесь ней чем больше вас будет женщин тем больше будет денег надо больше женщин которые хотят больше работать и у вас будет больше денег не надо сопротивляться вас много он один это уже партнерские связи так вот вы вы молодой человек у вас есть у вас есть любая купюра любая купюра номиналом 5000 любая купюра есть внимание 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 все сюда есть есть да вот она дайте сюда сейчас внимание купюра 5000 внимание вот она вот теперь у вас две купюра 5000 видите вот две купюры 5000 у вас рожма не приумножит ваше богатство приумножить ладно кто хочет проснуться завтра в постели с олигархом девушки то девушки кто хочет про я хочу я пас я вот здесь вот здесь я посмотрите на меня вот здесь в этом проходе я хочу проснуться с олигархом подожди что никто не хочет проснуться в постели с олигархом то почему же никто я очень хочу андрей никто не хочет стать успешной андрюша я хочу стать успешной андрей женщина вам надо похудеть вон чё андрей вон чё просто похудеть и все правильно про тебя мама говорила ты обычный балабол во-первых необычный во-вторых зачем ты разговаривал с моим а с кем ничего разговаривать потому что у тебя все телефоны в ломбарде так я не понял а где мы встречались эти женщины не знаю где я мог ее увидеть где где мы с вами на 1 на сеульском бизнес-форуме а в питере или где где мы могли видеть может быть в пекине я не знаю где выставка меда в арамиле а рожаю андрей а так подождите а рамиль а рамиль стойте не рожайте хватит не надо не отвлекайте людей от меня а рамиль я помню это а рамиль там у меня 7 семиэтажных коттеджей да там да андрей мы до сих пор там живем с мамой в твоей однёжке что вон чё смотри вон чё приехал что что живот болит вот болел андрей ну что мне делать 500 рублей на иди ищи домой домой давай езжай давай на 500 рублей мало на еще вот две с половиной тысячи иди езжай все езжай домой такси не бери езжай на троллейбусе что ты сдох посмотрите на эту женщину посмотрите вот пример реальный пример партнерских связей она пришла сюда без копейки денег уходит сколько у тебя там гадина езжай сдохни не мешай мне работать сволочь в любой профессии бывают из девушки козел кто из вас девушки хочет что случилось открывать вот его страничка в соцсетях чё за лень пап да это картинка на аватарке настоящий подросток в своей жизни должен сделать три вещи сбить человека на электросаму замокательный три раза мам какую кофту надеть эту или вот это ну надень эту почему эту вот с мальчиком идешь да ну надень эту потому что мальчиком вообще плевать в чем ты я к папе пришла когда на первое свидание но я с работы была в робе крановщицы от меня соляры несло капец на чем не сказал а чуть мы так официально а чуть мы в ресторан сегодня идем что ли привет мам он меня с мальчиком не отпустит гулять врать я не хочу что делать так ты не ври просто на некоторые вопросы не отвечай и все нормально будет так кормили с работы пришел чем тут покормиться можно возьми там полина ты чё гулять идешь да пап гулять иду с кем полина а чё гулять идешь да с к е м с кем мама да на свидание найдет дим свидание то а чё на свидание то идти идея то ли через полгода его уже выпустят чё к нему на свидание тоже скажешь какое свидание просто одноклассник пригласил погулять одноклассник погулять пригласил да а ну так так еще раз еще раз а я с мальчиком ду гулять с мальчиком да а чё сразу не щекотила пап он умер только из-за этого да а был бы живой дала бы телефончик да сразу дим ну чё ты перегибаешь то ну ты вообще молчи сутенерша одеваю собственную дочь на растление куда не пойдешь мать твои годы вообще никуда на свидание не ходила и ты никуда не пойдешь у меня все слышь а чё это я не ходил на свидание то я ищу как ходила да ко мне на свидание сложнее было попасть чем в мавзолей ты чё да да ты тоже сидишь такой дракон ты хочешь нашу принцессу в башне заточить чтобы за ней принц пришел и башку тебя отрубил как она по-твоему с мальчиками должна научиться общаться но правда сахар что станет понял чё слышь рапунцель чего иди поговорим чего куда идти-то собираетесь не знаю я полин я бы на твоем месте ответила если ты не хочешь чтобы за вами усатый мужик ходил в кепке и плаче ну в кино пойдем но ничего показывать сейчас любовь и голуби смотри за 40 лет стране вообще ничего не поменялось все я могу идти подожди еще ничего не решено так давай мне имя фамилия отчество этого парня год рождения зачем тебе как зачем тоже знаешь что на памятнике писать если что не так пойдет да папа нормальный он парень умный красивый прямо умный красивый да самый умный в классе прям красивый да самый красивый в школе а вот психологи говорят что девушка выбирает себе парня похожего на ее отца понятно что фотографии то есть его нет вот его страничка в соцсетях чё за олень папа да это картинка на аватарке то есть он не олень папа владлен конев понятно здрасте здрасте вот знакомьтесь владлен платы чё так долго да мы с ногами хотели в капку последнюю играть а я единственный кто на миде за пуджи играет и у меня интернет оффнулся и меня из команды кикнули короче главкинчик на распальцовке он чё татарин папа а можно вас тут гитару засейвить гитару чё сделать гитару говорит можно у вас тут на время оставить а ну а ты чё на гитаре прямо играешь ну соу-соу а понял павлиашвили он играет немножко на гитаре ну соу-соу чуть-чуть а ну понятно я не могу тебя с ним отпустить почему по-русски не бум-бум вообще мысли заблудитесь он даже обратную дорогу ни у кого не спросит пап да нормальный он он даже песни свои пишет влад сыграем которую ты мне посвятил это просто мой сон нереальный это просто не ровный сердца стук в отражении полузеркально дари мне нежность рук ты сон в тишине среди дождя ты свет в том окне где ждут меня ты шепот любви в полной темноте это реквием по моей мечте поле 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 нет а чё мы в ресторан идем ну зачем в ресторан любовь и голуби так сказать совместим полезное с приятным ну дима а то он песню тут видели поет давай а 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 как зовут братан меня назвали в честь греческого бога войны а а а и а и и а Опытный близкобойщик Валентин Перегоняет фуры из Бутова в Бутова 2 Э, стопэ, стопэ, стопареньки, стопареньки Давай, кабочек Аккуратней Э, слушай, братан, подбросишь, а тут три остановки вперед выручай Приложение такси висит вообще Я за братиком еду, мне его забрать надо Да ладно, тут по прямой три километра, тебе по-любому по пути Ну, рублей пятьсот подбросите? Слушай, ты че, ты же пацан, а? Ну, ты же пацан? Пацан Ну, я пацан, о, братство пацанское, оно дороже денег, понимаешь? Че у тебя сиденье мокрое? Че ты тут слезами залил все? Деньги я выпрашивал, да? У предыдущего пассажира Поехали, давай Слушай, тормозни у киоска на остановке, а? Пожалуйста Зачем? Спасай, выручай, я умираю просто С похмелья? Да не, просто пить хочется Ночью селедку ел Вискарем запивал Запой получается уже Давай, паркуйся вот тут вот на остановке Здесь? Да-да, паркуйся вот здесь вот, да Все, все Сходи и возьми мне эту литрушку кваса Я? Ну не я же, ема Если я пойду, ты же уедешь Так а если я пойду, вы не уедете? Че ты идейки подбрасываешь? Давай, иди шуру за квасом Давай, давай Ты че переживаешь-то? Ты это? Если переживаешь, что я уеду без тебя Так ты не переживай, я тебе зуб даю, я не уеду Зуб даю? Стой, держи зуб Зуб, держи Держи зуб Все, иди квас, возьми мне Вам какой квас? Владивосточный? Нет, этот маленький Бери побольше Я сам не маленький просто человек-то Вот этот? Нет, нет, не этот Этот? Вот стекле бери, короче, который там Этот? Ну этот бери, не знаю там Вот Блин Да как так каждый раз получается? Просто квас, а не вискарь покупают Давай зуб назад О Ну че, придется не квас, а это, да? Так а А деньги? Деньги там в счет поездки Тебя как зовут, братан? Меня назвали в честь греческого бога войны Рахит? Не, ну по тебе видать, что ты Рахит, да, нормально Вообще-то Арсений Вообще-то Данила Давай Опа, опа, ничего себе, какое рукопожатие у тебя Очень приятно, Рахит, давай поехали Поехали, не стоим Поехали Алло Да Да, да, я Да, на колесах Сколько их там? А? Да не Нормально управимся, я не один, я тут с богом войны Все, сейчас, пять минут мы подскочим Давай, давай Че, на Ленина 71 заедем? Зачем? Че ты напрягся-то, зачем? Ну пару ящиков там погрузить надо, зачем? Давай, заедем, вот сюда в арку сворачивай Ты че так неуверенно водишь-то, ты сворачивай, ё-моё Какой-то неуверенный водитель, все, вот У пятого подъезда, давай Пятого? Раз? Да, 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 вот тут тормози, да Все Че, иди метись на четвертый этаж, там ящики забрать надо Я пока багажник освобожу, че там у тебя, донкрат уберу или че там у тебя? Я, я что ли? Ну не я же, ё-моё, я же уже выпил, ты же мне вискарь приволокил Куда я сейчас пьяненький-то пойду? Тем более там четвертый этаж, я это, я высоты боюсь, пау Землю люблю, пау Ага, понял Давай, давай, шуруй Ты аккуратнее там, ты че, это, куда столько, по два ящика-то, ты че? Да вы не переживайте, я дома на эспандере занимаюсь Да я не за тебя переживаю, за ящики, давай ставь их сюда Давай, голову убирай, оп А? Молодец Я, я просто тороплюсь, мне братика же надо встретить-то Ага, встретишь, встретишь Че, ящики закинем в бар на Энгельса? Тут недалеко Так мне братика надо встретить-то Время видели сколько? Да видел я сколько времени, время детское вообще Давай поехали, заедем На Энгельсе 75 там это А братик? Ну ладно, давай братика твоего заберем, поможет тебе ящики перетаскать Поехали за братиком Да, без прикола, он поможет Давай, давай Сейчас, едем тогда за братиком Давай Так, все вроде здесь Да, все здесь, синий пингвин, мы на месте Это, это че такое? Это лагерь для малолеток У меня тут братик чарил Ну когда сел, ему 15 было Сейчас-то уже 43 Он там в развитии немного отстановился Они его не стали из детской колонии переводить Слушай, 43, это че он там полжизни чарил, что ли? Че он натворил-то у тебя Да не переживайте, он там Он же незаконно осужденный Ну, он шестерых вальнул, а осудили только за двоих Незаконно вообще Хорошо, что он цифры не знает Ему что шесть, что два Ой, надеюсь, мы-то не опоздали из-за вас А то он парень с пыльчивым Может закуситься там И опять на двадцатку пойдет Алло Алло, братик, ты еще в колонии? Ага, а где? А, уже встретили? Сколько их? Десять? А, сейчас раскидаем их, да Да я не один, я с Данилой, да? Сейчас подойдем Ага, сейчас разберемся С кем разберемся? С братками Ты же поможешь Я? Да, они за воротами тут держат его Ага Слушай, давай просто уедем и все, а? Брат тебя простит, ну нормально Не, не, он не простит, он же мне не родной Погоняла братик у него Погоняла Ну, он там, это, в братве с шести лет был Они его братиком кличили, пока он всех не завалил Может, я это, денег дам, да пойду? Да ты че? Что-то, пятьсот ты просил там? Так, пацанское братство, да важнее денег Ты же пацан? Я сейчас не уверен уже, я не знаю А я пацан А, да Ну, о, смотри, братки звонят Алло, это Рахит Да, да, бог войны Ну че, фуфил, я знаю братика у вас Я уже у ворот, ты понял меня? Как решать будем? Я мокрухи не боюсь Че? Один на один? Да, 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 нормальная тема, один на один Да, один на один Нормальная тема, давай один на один Мой боец против твоего Иди давай, все, один на один, иди там Почему я-то, а ты че? Так если я пойду, ты же уедешь Это тут-то очевидно Да иди один на один, они братика отдадут Даже если тебя там завалят Тебя аж в землю потом закопают Ты ж землю-то любишь Ну че, братан, давай не будем это все, а? Я тебе вот тут вот это Пятьсот, да, вот чуть больше дам Тут вот это Ты этот, квас тоже забирай Да, там ящики, знаешь, куда считаешь? Нужно, давай, братишка, все Яночка, это Ну вот, только высохло, опять сиденье мокрое Честно, люди А какие услуги конкретно предлагает ваш центр? Пластической хирургии Вы знаете, мы можем вам глаз натянуть Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте 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 Это центр пластической хирургии? Да Это центр доктора Синякова А вы доктор Синяков? Да, я доктор всех Синяков А почему вы решили, что у вас центр? А вы видите круг вот здесь вокруг меня Это я мелом нарисовал И вот здесь вот по центру я крестник поставил И я в центре А получается я-то еще не в центре А получается, да, не в центре А заходите, пожалуйста Хорошо у вас тут в центре Да Мы недавно ремонт сделали Обновили круг И крестик А вы первый, кто пришел в центр после ремонта А можно в вашем центре сесть? Да, проходите, присаживайтесь Скажите, а что вас беспокоит? Меня беспокоит, что упаковка соды Не меняется уже 80 лет А кто еще вас беспокоит? Ну еще меня беспокоится Сижу на коленях у не очень трезвого человека Знаете, я тоже скажу, что человек тоже обеспокоен Что у него на коленях какой-то пьяный мужик Ну а куда мне сесть? У вас небольшой центр А вы знаете, а вы как бы Встаньте за центром И я вас даже лучше разгляжу в окошко Ну ладно А сколько у вас персонала? А у нас нет персонала У нас персонажи Ну и сколько у вас персонажей? Ну если чертей не считать Тогда трое С чертями 7 тысяч А какие услуги конкретно предлагает ваш центр Пластической хирургии? Вы знаете, мы можем вам глаз натянуть Простите за вопрос Куда? Куда угодно Мы не ограничиваемся одним местом У нас прогрессивная клиника А вы только один глаз можете натянуть? Нет, оба можем А докуда? Хоть за Владивосток Заодно всю Россию посмотрите Да, действительно прогрессивная у вас клиника Да, стараемся А что еще есть? Знаете, смотрите Есть убирание носовой перегородки Куда? Можно глубже в череп Можно в пакет Можно вам сделать липосацию Мимических морщинок Как это? Это я, значит, беру липовую палку И бью, значит, по мимическим морщинкам Возле глазок, на лбу и носогубочку И то опухает И морщинки разглаживаются Эффект на недельку Чаще нельзя У меня руки устают Смотрите, у меня с припухлостью проблем нет У меня лицо как яблочко А, да Я чертовски молодо выгляжу У меня алкоголь не продают Паспорт просят У меня его нет То есть вы хотите выглядеть постарше? Гораздо Так, чтоб ездить в автобусе Сидя Я не знаю Я всегда езжу в автобусе Сидя Ну я-то хочу на сидении Так, аллергия на лекарства есть? Да, есть Тогда будем лечить вас без лекарств Это как? А мы вам небольшой надрез сделаем И посмотрим Что посмотрим? Там ли мы его сделали? А если не там? А, ну рано или поздно подберем место Вы не очень крупный же Ну а у вас есть другие способы лечения? Есть, но они не такие увлекательные Ну что, давайте начнем вас лечить Вам, значит, надо анализы сдать Для начала Давайте я зайду к вам в центр Сдам анализы Если вы их в нашем центре сдадите Нам из центра придется переехать Значит, знаете что? Давайте тогда без анализов Это все сложно Я вам дам вот это Вот Это чайная ложечка Принимайте на литр ацетона А что это? Это мы из заднего моста трактора слили Это эликсир в старости Я вам не верю Есть какая-то побочка у этого эликсира? Вся Какая есть побочка? Вся тут Но зато вы будете гарантированно старый Мне все-таки я вам не доверяю Все подростки не верят А я вам сейчас кого-то покажу Александр Анастольевич? Александр Анастольевич? Ну вот Как думаете, сколько ему лет? Ну, 73 18 Это мой сын в студентстве Первокурсник регулярно употребляет эликсир, я вам скажу Вот так Так что пейте Пейте, да Пейте и скажите ощущения Ну как? Ой, пакеты стирать захотелось Старость расходится по организму Ну что? Пульт хочу в целованок обернуть Пошел процесс Что еще? Пейте Ой, чайный гриб пора замочить Я в собес Удачи! Ну точно, Маринка Вот ты злая Это не я Это я Ну точно, Маринка Вот ты злая Это не я Это я Извиняюсь Что при замах Так, где я остановился? В девятом классе Спасибо Давай по тексту Давай, пожалуйста Так, это А эти не Эй-эй-эй Что-то тоже намокнуло Привет, семья Ой, приветики Батя дома Мама, он меня с мальчиком гулять не отпустит же Че, врать? Не-не-не, ты не ври Ты просто на некоторые вопросы не отвечаешь Все Так, кормилиц пришел Кого-то шуршит Секунду Меня шуршит? Да-да У нас брак по звуку Это по-моему, ты Сразу же был звук Кормилиц пришел Сейчас поменяем кормильца Не надо Я как, с другим мужиком-то буду жить? Ты, по-моему, сначала шуршал? С самого начала шуршал С выхода Дмитрия можно Нет, он шуршал еще, когда я вышла Вали отсюда Когда ты вышла Ты мне больше не мать Когда ты вышла, мне 18 было Добро пожаловать в мир, Полиночка Блин, он реально забрал его Мужик забрал мужика Вот ты сиди там одна Почему? Я не одна У меня тысяча прекрасных зрителей Сейчас гитару возьму, буду песни вам петь Сколько песен спеть? Не, я так не умею Че не умею играть на гитаре? Че мало че умею? Жрать, например, умею Что умею? Запивать еду? Спать? Спать умею очень хорошо Вообще великолепный человек С кем? Все вам расскажи С кем? Это был далекий, 98-й Я тут личную жизнь все рассказала уже Давай, скорее номер начнем В смысле, про нас все? Эх, если И про кормильца? Ой, давай, иди Так, я, короче, на работу Быстренько смотаюсь Все, давайте подготовимся Начнем сначала Ой Здороваться надо, вообще-то Здрасте И микрофоны включать надо Еще раз, можно? Можно Олень какой-то Это просто неровный сердца стук Ты в отражении Еще раз Олень, как все Папа! Ну че он вложит? Подожди, давай сначала Давай сначала, Олень Папа! Ой, ты как у меня, конечно Простите, пожалуйста Еще раз Давай Ладно, его удовольствие Секундочку, давайте еще раз по команде А тут лампу не надо выключить? Нет, лампу не надо выключить Но секундочку, подождем Когда придет муза Папа, вот ты ругаешься? Ладно, ладно Просто мой сон нереально Ты куда лезешь, Зостки? Давайте поддержим, артистов Да пусть Ладно, давай, пацан, играй Нравится? Подтолкните меня, я и могу Давайте сами, я не буду касаться Что-то не желание дать Или надо Я лучше сидя Не надо А как тогда быть? А потом тогда занесете И все Если захотите Я вам в окошко закину Могу Могу дверей оставить Как вам удобно Будет Ну что, многие так делают Я согласен, да Нормальный вариант В окошко устраивает Могу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отличник Петров даже тест на ковид сдал на 100 баллов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам не звонили по поводу нас из Министерства образования? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да вроде нет. Хотя нет, утром кто-то звонил, в трубку дышал. Это они. Валера тебя запомнили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте к делу. Это вам нужен учитель математики? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А почему вас двое? Чтобы учитель не повторял дважды... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубоко. Да, мы же раньше могилы копали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо ты, вдруг и сейчас заставят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не дай бог. А как вас зовут? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы оба Валеры? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. А как вас различать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я храплю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я веган. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сложно перепутать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ни у кого не получалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но был случай. Не будем про него, давай. Ну, что ж, вы понимаете, что зарплаты учителей очень невысокие? Конечно, понимаем. Мы вот, например, ни разу не слышали, что вы где-то арестовали яхту учителя математики. Ну что ж, класс у вас будет очень дружный. Замечательный класс, там туповатых учеников всего двое. Хорошо. А сколько всего? Двое. Ребята, вот они. Будет тяжело. Ничего, справимся. Проходите. Да. О, а скажите, пожалуйста, зачем у вас вот тут вот эта прищепка большая висит? Ой, это от старого учителя осталось. Он здесь долго проработал. Ребята, познакомьтесь с вашими учителями по математике. Валера и Валера, главное, не перепутайте. Он веган. Я веган. Он храпит. Ага. Так, ладно, все, вы занимаетесь. А мне нужно еще дворнику за вредность молока надоить. Идачи. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Валера, они уже сидят. Двигайте, какие умные. Она говорила, тупые. Так, для начала проверим ваш уровень знаний. Сколько пальцев? Один. Отлично. Валера, мы на полпути к Нобелевской премии. А это сколько? Один. Проблема. Придется на полпути к Нобелевке сделать привал. Надолго. Сколько пальцев? Один. С ночевкой. Но ничего не страшного. Мы же и не таких учили. Ты помнишь, как я Зайца курить научил? Так он перед этим выпил бутылку водки. Заяц уже сам хотел курить. Но предложил-то только я. Ладно, слушай. Может, проблема не с математикой, а со зрением? Сколько пальцев? Один. Сколько пальцев? Один. Проблема не со зрением. Ну что, господа, как успехи? Катастрофически. Катастрофически хорошо. Да, и так полюбуйтесь. Смотрите. Четыре разделить на четыре. Один. Возвидительно. Десять минус девять. Один. Какие молодцы. Ну, занимайтесь, занимайтесь. В следующий раз корни буду спрашивать. Валера. Корни. Я не ослышался. Валера, не паникуй. Работаем по той же системе. Она придет, я спрашиваю. Сколько будет корень из единицы? Он скажет. Один. А-а-а. И все. Мы учитель года. Погоди. Но учитель года. Один. Один. А нас-то? Два. Слушай, Валера. У меня такое ощущение, что вот тот, который молчит, умнее нас. Ну что? Как позанимались? Миколепно позанимались. Прекрасно. Итак, смотрите. Прошу. Давай. Корень из... О, подождите. А можно я сама спрошу? Да. Сколько будет корень из четырех? Один. Правильно. Правильно. Какие молодцы, какие молодцы. Ну, занимайтесь, занимайтесь. Я пойду выпишу вам зарплату. Ну, Валера. Да. Ты понял? С такой директишей мы все предметы в школе можем забирать. Вододуре. А ну, столица Ужира. Один. Правильно. Формула воды. А, два. Один. Правильно. Правильно. Во-первых. Я беру химию, понял? Я все беру. А я пускай тару. Прошу прощения, что прерываю ваш этот хореографический эмоциональный всплеск, но вам не кажется, что систематические апелляции к умственным способностям моего друга не приведут вас к большим успехам в педагогике? И вообще, почему все нас судят только вот поэтому? Один. Это что, какой-то минимализм? Или часть двоичного кода? Я что, должен сказать ноль, что мы хоть какой-то сигнал отправили в космос? Валера, я один это слышу? Один. Валера, это катастрофа. Почему? Потому что учитель должен быть умнее ученика. И я не знаю, как так получилось, но походу учитель это он. И что? То, что зарплату выпишут ему, а не нам. Валера, погоди, не паникуй. Ты в курсе, что если на стене висит прищепка, то в конце она должна выстрелить, ну или высушить? Валера, ты просто гений. Бобра-гений. Бобра-гений. Ну что? Ты посмотри. Этот ученик опять мешал заниматься, да? Да. Все предыдущие учителя на него жаловались. И лось, и медведь. Скунс, такую истерику у меня в кабинете закатил. Неделю потом проветривали. Ну что, спасибо вам огромное. Вот ваша зарплата. Спасибо вам огромное. Уважаемые выпускники школ. Если вы хотите стать такими же умными, как мы, вот вам лайфхак от Бобров. Если на ЕГЭ на все вопросы выбирать вариант номер один, то как минимум 25% правильных ответов вам обеспечено. Это мы вам как учителя математики говорим. Ну что, чтобы сюда попасть, трактор продали. Зачем мы его продали-то, а? Сюда с трактором не пускают. Вот чудеса! Гриша, это что такое? Ты меня куда приволок? Это, Вася, японский ресторан. Ты, ёлки-палки. И что тут, японцы готовят, да? Нет, тут готовят буряты. А что, откуда буряты знают, как готовить японскую еду? А что там знать-то? Готовь, что хочешь. Все равно сравнивать не с чем. Гриша, давай уйдем, а? Как-то неловко, как-то неудобно. Как мы уйдем, Вася? Чё? Ну, чтобы сюда попасть, трактор продали. Зачем мы его продали-то, а? Сюда с трактором не пускают. Чё, у нас в деревне магазин тоже не пускают. Я заезжал. С тех пор не пускают. И магазина нет с тех пор. Гриша, это, у них тут в японском ресторане, это, честно, еда невкусная. Она, знаешь, как, она на вкус, как вот, как горячее полотенце. Вася, это и есть горячее полотенце. Зачем ты его сожрал? Им руки вытирают. Гриша, это еда. Оно горячее было, тёплое. Это еда, чтобы руки вытирать, есть скатерть, есть штора. Хочешь, жри полотенца. Я по меню закажу чё-нибудь. Давай, мне тоже, закажи. О, сам первое. Вот, всякий маки будешь? Какие всякие? Чьи? Маки. Написано вон, всякие маки. Кто такой этот маки? И чё он их продаёт? Не знаю, может повар ихный? Делает эти всякие, продаёт. Зачем он их продаёт-то? Кто мы такие, чтобы лезть в японскую культуру, Вася? Может, у них так принято? Не хочешь, не бери всякий маки? А читай дальше. Фуджи Санкаки. Вот, а чё такое? За ним кто-нибудь там следит на кухне? За этим маки-то? Он там чё хочет, то и делает. Я вообще ничего не буду тут есть. Слушай, не хочешь, Фуджи Санкаки? Давай вон, суси с угрём. Суси с угрём будешь? Чё сусать с угрём? Суси с угрём что? Написано суси с угрём, я чё могу поделать-то? Может, это японцы пишут, они по-русски не понимают, они написали чё-то себе и всё. А ты, может, ударение просто не там ставишь, да и всё? Может быть. Суси с угрём. И чё, не понимаю, может, они там ошиблись? Может, они там сушки с угрём? Может быть. Ну, что можно сусать с угрём, с этим? Всякие маки можно сусать. С угрём, чё? А у Фуджи Санкаки получаться можно. Конечно. Чё, хочешь, то и суси с угрём. Этот маки у них вообще ку-ку-ку-ку поехало у него. У него там эту маки фляга свистит. Так, давай вон тогда, знаешь, чё, не хочет и сусать, значит? Не. На отрез отказываешься. Того не буду, точно. Давай, давай, закажем вон Чука. Чё, Чука? Ну чё, Чука? Я не буду Чука без Гека. Мы не должны быть вместе. Где Гека? Его чё, сожрали, что ли? Только Чука? Не знаю, не видно Гека, только Чука тут. Чё там ещё есть? Чё есть вон? Короче, Гункан какой-то. Я лучше ещё раз полотенце сожру. Тем более, у меня почти то переварилось уже. Ну чё, давай эту супу всё. Супов тут много. Да, а чё есть? Вот есть Сирука. Вот Мисо Сира. А знаешь, я не удивлён. Сейчас уже привык я. Я так понимаю, они в названии сразу эффект от супа заложили. Тут вон ещё есть Мисо Сира с крабом. Вот это хорошее тебе понравилось. Вот суп засуй. Какой суп? Засуй. Я, Гриша, из этого меню вообще ничего есть не буду. Я вот эту вот лучше, знаешь чё, вот эту котлетку зелёную съем. О, мне положили, мне этого хватит. И вот эту красную котлетку. Это васаби и соус, это есть нельзя. Это чё за кафе такое? Где соус есть нельзя, а полотенце можно. Полотенце тоже нельзя. А чё можно-то? Всяки-маки, фуджи-санкаки, суси с угрём. Вот это можно. Я теперь понимаю, почему японцы себе харакири делают. Они вот это всё сожрут, потом живот режут, достать пытаются. Всё, задолбал. Я вот котлету и всё. Сейчас зелёную и домой. Давай, жри свою зелёную котлету. Господи, Гриша, это чё такое? Ой, у меня шары выпадывают. Это чё за гадость? А я сейчас заем чем-нибудь. Господи. Вася. А я черепушку изнутри вижу. У меня сейчас стул сгорит. Чё это такое? Это имбирь, он микробов убивает. Блин, тут всё ещё и с микробами. Мне запить надо срочно. Чаем запью. Гриша, точно всё, конец стулу. Это чё такое, а? Этот маки наделал-то. Чё он там налил, а? Гриша, закажи мне чай. У меня зубы разъело. Они мягкие сейчас. Как жвачка. Вася, тут много чаёв всяких. Те какой? Пихотая кактус? Кукуча, матча, ройбуш? Или маракуйя смородина? Как последние слова? Смородина. А чё у них на смородину-то фантазии не хватило? И сковеркать-то её. Сморосиру. Сморосяки. Сморосуй. Сморокаки. Смороси сиру. Я смотрю, сколько чаёв им надел за две секунды. Я почти как японец. Только зубы мягкие. Тебе хорошо, ты хоть пожрал. Я на тебя посмотрел, вообще есть расхотелось. Слушай, поехали обратно в нашу деревню Лукошкино. Знаете, может мы там и живём чуточку поменьше. Зато вкуснее и веселее. А вот этим сморосиру и сморосяки пусть засунут тебя куда-нибудь подальше. По самой кирияке. А что там было в этой сумочке? Там была вся моя жизнь. Понятно. А помимо косметики что-то было ещё? Если вы в парке хотите покормить Белочку, убедитесь, что её видите не только вы. Здорово, красавица. Чё приуныла? У меня сумочку украли. Что? Сумочку украли? В нашем благополучном, блин, районе? Нафиг, блин, как так-то? А может, ты сама виновата? Вот ты чё делала? Я дорогу переходила. А на какой цвет? На зелёный. А надо на какой? На зелёный. А чё там было в этой сумочке? Там была вся моя жизнь. Понятно. А помимо косметики чё-то было ещё? Да, там ещё такой был маленький фен. А, фен, да, для волос, да, я знаю. Да, расчёска ещё была такая маленькая. А это для волос тоже, да? Да, да. А такая штука, такая круглая, такая, с чёрной ручкой, такая, это... Это выпрямитель для волос. А-а-а, это выпрямитель для волос. Так у тебя ещё всё для волос там было, да? Да. Такая волосяная сумочка получилась. Соболезная. Слушай, а вот сколько вот он стоит, например, вот этот выпрямитель для волос? 20 тысяч. Ого! А есть чек? Да, кстати, есть. Вот. Мне он уже совсем не нужен. Да, давайте я его заберу тогда, чтобы вам ничего не напоминало об этой трагедии. А зачем вы мне такие вопросы задаёте? Так я просто хочу помочь как мужчина. А-а-а. Ну, конечно. А какой там пароль на телефоне? А откуда вы знаете, что там телефон был? Догадался. А какой пароль? А зачем вам? Так я когда найду вашу сумочку, я вам позвоню. Так как вы мне позвоните? С него на него, что ли? Да, в натуре странно. А давайте я вам занесу. Давайте. Какой адрес у вас? Так, Ленинский проспект 55, квартира 64. Ага, я вам занесу. А вдруг меня дома не будет? А когда вас дома не будет? Просто, чтобы не вышло ни со стыковочки. Здорово, Пашка. О, здорово, череп. Ты что, девчонку обидел? Не, ее ограбили. Что? В нашем благополучном районе? Что это такое происходит? Он такой беспредельщик вообще. Что происходит? Кто, блин, мог делать? Кто? Кто? Мне непонятно. Просто переходи его улицу. А, а на какой свет? На зеленый. Ну вот. Так так и надо. Ага. А какого цвета сумочка была? Красная. Минуточку. Что вы делаете? Это? Нет. Минуточку. Это профессионал. Это? Нет, это же зеленая. А, это зеленая? Да. На тебе. Моя сумочка, спасибо. Люблю делать добро, бро. Да ты просто мистер добрян. А, щет. Черт. Здорово. О. Э. Это девчонка. А. Здорово, ниндзя. Здорово. Ты прикинь? Ее ограбили? Да ладно? В нашем благополучном районе? Вообще какой? Какой-то безердечный злок. У него моя сумочка. Что? Это моя сумочка. Ниндзя? Ты что, украл у нее сумочку? В смысле украл? Я отобрал какого-то беспредельщика. Идёт такой через дорогу на зелёный свет, весь расфуфыренный, как баба. Ты вообще понимаешь, что ты наделал, ниндзя? Ты отобрал сумку у её грабителя. Поподробней. Доброе дело сделал. Красава. Понятно. Пожалуйста. Прошу. Спасибо вам. А кто вы, добрые люди? Ну, я Пал Палыч, директор местной школы. Черепов Антон Игоревич, руководитель кружка по макраме. Ниндзяев Валентин Петрович, учитель труда и литературы. Но это днём. А вечером мы Пашка, ниндзя, череп. А вместе Череп, Пашка, ниндзя. Череповушка, ниндзя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Куда, какой тебе асфальт с такими руками? Ну, куда? Я говорю, ну, дай полечиться. Она не даёт. Как я с такими руками тебе асфальт положу? Что, хочешь, чтобы у нас вот такой асфальт был везде, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Пирожки! Горячие пирожки! Берём пирожки! Бабушка, причём у вас пирожки? Пирожки по 72. С чем они? С чем? С НДС. Поэтому 72. Мне чистыми 60 выходит. Очень даже ровно. Ничего себе. У вас, поди, ещё кассовый аппарат есть? Вот. Современный. Вот, прикладывай сюда. Опа. Откуда это у вас, бабуля? Откуда? От банка Уралсиб. Там прям очень оперативно решают любые вопросы по обслуживанию счетов для бизнеса. Что малого, что среднего. Любого. Милок, купи ещё 4 пирожка, а? Да у неё зачем? Ну, помоги бабуле из малого в средний бизнес перейти. Ну, давайте. Спасибо тебе. Делай вот так, ручонки свои. Да. Всё, давай, держи. Во! Давай, на! Всё, спасибо. Не-не, на ещё. Держи. Нет, это много. Давай, помоги бабуле в крупный бизнес перебраться. Да куда? Туда? Давай, не надо, не столько. Я хочу в крупный бизнес. Если жена товаровед, то муж товароед. Люсь, ну чё ты, ну дай в долг, ну запиши в тетрадку-то, ну. Чё, Люсь, я на тетрадки потратила уже больше, чем ты мне должен. Блёдра. Чё, всё, идите отсюда, ничего не дам. Чё, баб Маш? Людмила, а почему у тебя вот те вот ролики? Баб Маш, с утра ничего не поменялось. Восемь девятьсот. Ты давай быстрее решайся, а то у тебя и третий внук из них вырастет. Да я давно решилась. Если бы у нас в деревне, наконец-то, асфальт нормальный сделали. Чё ты смотришь на меня? Куда? Какой тебе асфальт с такими руками? Ну куда? Я говорю, дай полечиться, она не даёт. Как я такими руками тебе асфальт положу? Чё, хочешь, чтобы у нас вот такой асфальт был везде, что ли? Вот так и думала, что посреди бела дня все в магазине. Председатель, ну чё ты начинаешь опять, ну? Так, чтобы через полчаса все, как штык, были в правлении на собрании. Чё там? Там узнаешь, Серёж. Ну чё сидим-то, председатель? Сколько ждать-то? Чё? Кого ждём-то? В общем, дело такое. Сегодня человек там из города приедет. Поработать с ним надо. Этнограф. Кто? Этнограф. Вот он, кстати, идёт, этнограф. Знакомьтесь, этнограф. Здравствуйте, я этнограф. Фу, срамота. Здрасте. Я из фольклорного кружка. Да, мы собираем неизвестные пословицы, поговорки, танцы, песни, обряды. Расскажете? Да нам-то и пословицы, как петуху будильник. О, неплохо. Держите. А чё такое? Так у нас же это всё на возмездной основе. Пословицы по 50 рублей. Ты смотри, прилетела, а мы ждали поезда. Присказки тоже приветствуются. Мать моя в трусах на партсобрании. Сработаемся. Чё, каждая пословица 50 рублей? Пословица 50 рублей. Песни по 500. Ой, четверка не задался, Мы доили карася. Ты давай доися, Карасёва сися. 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 Ой, хорошая песня. Ихтеологическая. Только видите, в чём дело? Мне её в Красногоровке Зинаида Тимофеевна уже пела. Вот синка опять опередила. Стрекоза навозная. А вот это уже полтинчик. Держите. В смысле, это чё, и ругательство можно? Ругательство, это ж тоже народный фольклор. Ага. Пиши. Так, давайте. Ну, Люся, Люся. Ну, Люся. Чё, Люся, тебе сказала, без денег не дам. Алексея Николаевна, ошибочка вышла. Деньги есть. О, ну ты меня сейчас удивил. Как прелюдии после 30 лет брака. Чё, ты запомни. Да-да-да-да-да-да-да. Вот-да-да-да-да-да. Вот-да. Давай, как говорится. А? Давай-давай. Давай. Слушай, а... А чё это у тебя вон там, в квадратной бутылочке за 1200 вот? Не палёная? Ты чё, Митяй? У нас на неё денег не хватит. Вот чё ты. Не хватит, заработаем. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так, не цапли, а на одной не устоите. Хорошо. Так, не хватает пока. Так, продолжаем. Значит, слушай, слушай, другой. Не всё то печень, что растёт. Ай. И что? Есть? Равнодушные Варваре на базаре нос переживали. А, современные можно? Приветствуются. Давай. В тесноте, да не в победе. Без окон, без дверей, а по документам сдали. А-а-а. Оп, улиточку. Твою. А-а-а. Ещё одно. Ну, давайте скорее потупим. Я на скейтборд настроилась. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А-а-а. Ну что, попробуем? Элитный. Элитный. Опасно? Опасно. Ну попробуй. Ну-ка, давай. Давай. Видал? Они хотели, чтобы я этими руками асфальт ложил. Тоже мне. А у меня, может быть, в душе я филолог, может. Понимаешь? Ну что? Тун, что? Сейчас поднай. Давай. Давай. Люда, а чьи-то там тебе на верхней полочке? С 27-300. Это коньяк элитный, десятилетний. Десятилетний. Да только при мне тут уже 20 лет стоит у тебя. А ну-ка, давай-ка его сюда. Митяй, ты что, с дуба рухнул? Мы всем селом на него не заработаем. Серёжа? А? У человека должна быть мечта. Я когда маленький был, с батей зайдём, я смотрю на него и думаю, вот вырасту, стану алкашом. И попробую. Вот я вырос, алкашом стал, считай, половину мечты уже сделал. Ну-ка, Люся, давай, доставай, нам надо гештальт закрыть. Чего? Да не заморачивайся ты, это наше, филологическое. Чё нет-то? Чё нет-то? Да чё не так-то? Слушайте, вы всё мне это уже говорили, по 30 раз, надо что-то новенькое. Давай это, вот, сколько пуп не чеши, а четверг наступит. Нет. Не то волку Рождество, что коту Масленица? Нет. Не всё коту Масленица, если он Котолик. Нет. Да ты не дослушал, Котолик. Котолик. Католик. Китолик. Нет. От горшка два вершка. Было. Ты дослушай до конца-то. От горшка два вершка плюс прямая кишка. Нет. Всё, мужик, не завязывайте. Да ты ну пойми, мужик, нам на вещество чуть-чуть не хватает. Ну что ж ты за челлендж? Ну чуть-чуть. Хорош. Вот он. Выпределись. Вот он стоит. Я его везде ищу. А? Благодарю. Выпил уже? Выпил. Да чуть ли. Я выпил там вообще вот чуть-чуть буквально туда. Келдырь ты рукозады. Синебот ты рязанский непрописанный. Хвост ты поросячий. И всё, что под этим поросячим хвостом поросят поросихи отличает. У когты тараканей. Когда свет включили, все акушеры под плентуса разбежались, а ты остался один, недоношенный и табуретом прибитый. Козёл ты безрогий. Сон ты безусый. Индюк ты без... Без вот этой вот красной фигни, не помню как называется. И за тебя. За тебя, алкоголика, бесхребетного замуж вышла. Вот скажи мне, столько всего в мире бесхребетного, почему мне достался именно ты, а не какая-нибудь осерица в соевом соусе? Лениально. Дорогая, только не молчи. Чего? Ничего. Машину купим? Только сначала обмоем. Согласен. Гадёныш. Тварь, паскудник. Всё вот понятно с тобой, всё понятно. Что ты нашла? Таксюша, ты объясни. Да ничего я не нашла. АПЛОДИСМЕНТЫ Муж голова, а жена шея. Страшно представить, что ниже. Сюш, доброе утро. АПЛОДИСМЕНТЫ КОРОДИСМЕНТЫ КОРОДИСМЕНТЫ На стол поставь. КОРОДИСМЕНТЫ 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 КСЮШ, А что случилось? НИЧЕГО. КСЮШ, ЕСЛИ НИЧЕГО, То всё нормально. А ЕСЛИ НИЧЕГО, То... Давай проговаривать этот момент. Можем к психологу съездить. К психологу обратимся нормально и... НИЧЕГО! Ты злишься, потому что я тапочки тебе с утра не прогрел, да? Давай, я вот у меня тёпленький, давай надевай и... Не надо мне ничего. Дай телефон мне. Телефон, дай. А что такое? О, глазки забегали, чё-то запереживал прям, да? Чё запереживал? Ну да, запереживал, столько косяков за одно утро. У тебя на телефоне пароль дата моего рождения? Да. На заставке я? Да. На рабочем столе я? Да. Я тебя люблю. И это правда. Господи. Да. А что ты там ищешь, я просто не могу понять. Да, Данила Пятков, не ожидала я от тебя такого. Сверху, весь такой белый пушистый, а тут вот нож в спину у меня тут, да? А что там такое? Руки убрал свои. Всё понятно мне? Вот, смотри. Танечка Черненко тебе пишет. Привет, сладкий. А ты ещё и отвечаешь ей, ты посмотри. Что приготовить на ужин? То есть я тебя здесь на ужин и жду, да? А ты с какой-то бабой там ужинаешь? Кто, чё за гадина? Чё за баба? Чё за тварь? Я дико извиняюсь, но это ты. Ксюш, ну это же твой второй аккаунт. Я сразу понял. Просто слово «привет» через две буквы «Е» только ты пишешь вот так, да. И на аватарке цветы, букет, который я дарил в январе тебе, да, это же он. Я же не ошибаюсь. Ксюш, давай к психологу съездим, проработаем. Так, тему не переводи, тему не переводи. Уж изворотливый. Сейчас смс-очки твои откроем, посмотрим. Сейчас. Ну-ка, смс-очки, давай. О, а чё подсел? Интересно стало, да? Правда, интересно. Я просто лет пять смс-ками не пользуюсь. Всё давно уже в мессенджерах. Ну давай посмотрим, что у вас. Сейчас я покажу тебе. Вот сразу. Чё за баба? Где? Ну вот. Марина Черчесова, Насмолова. Где ты увидела Марину Черчесова? Ну вот же, вот же, написано МЧС. Сократил по первым буквам, да? Шифруйтесь. Кто это? Ты серьёзно? Смотри, каждую неделю пишут тебе. У вас вообще общих тем нет? Только погоду обсуждаете, да? Нет. Малолетка тупая. Ага. Ураган? Ты посмотри, ураган в октябре у них был. Убалдеть. Не оставляйте машину под деревом. Ты к ней приезжал, да? Машину ставил у неё? Классно. А почему она к тебе на «вы»? Нет, точно малолетка. Или подожди, или секретарша. Хотя, ураган точно малолетка. Малолетка точно. Ксюш, МЧС – это министерство по чрезвычайным ситуациям. Ладно. Чё ты смотришь? Ты такая красивая, когда злишься. Иди отсюда. Гадёныш. Тварь, паскудник. Всё вот понятно с тобой. Всё понятно. Чё ты нашла, так, Ксюша, ты объясни. Да ничего я не нашла. Ксюша, тебе надо успокоиться. Чё-то я вижу по глазам, ну, хочешь, я завтрак подогрею. Я не понимаю, просто в чём проблема. Да в этом и проблема, Даня, в этом и проблема. Что ты долбаные завтраки эти таскаешь в меня постоянно. С работы ты меня встречаешь. Каждый раз в телефонном разговоре последним трубку кладёшь именно ты. Нет ты. Нет ты. Нет ты. Нет ты. Опять эта фигня началась, Даня. Все семьи как семьи. Все ругаются люди, мирятся люди. Живут, ты понимаешь? Живут. Я живу в этом карамельном домике, в кукольном. У нас всё ненастоящее. Всё пластиковое какое-то. Так всё, хватит мне мозг выносить и мозги композировать. Всё, умолкла и сиди спокойно. Поняла? Сопли свои на кулак намотала и сиди мне веком. Не сильно жёсткая? Короче, сегодня вечером домой меня не жди. Приду поздно, потому что с мужичками сегодня в баре забухаю. Это понятно. Я, может, вообще не приду. В баре ночевать останусь. На стульях, понятно? Илана, мы поругались. О, отлично. Видишь, всё, как мы планировали. Сейчас и искра появится. Илана, мне кажется, что он меня разлюбил. Ксюшка, может, к психологу съездим на приём? Да не пойду я к тебе на приём, я тебе сколько раз говорю. Ну, у него лысина живот и зубы выпали, а у меня ничего этого нет. Потому что он вакцинирован. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Папа, а мы с братом точно двойняшки? Что за вопрос, Костя? Конечно. Вы с братом двойняшки. 12 лет назад у меня даже интервью брали в газету. У Мясникова родились двойняшки, все об этом знают. Вот интервью я читаю до сих пор, вот 12 лет. Не может быть. Что значит не может быть? Давай позовем Максима. Макс, Макс, иди сюда. Все. Ну, Костя, ну что тебя смущает? Что, одеты вы одинаково, лет вам по 12. Что не так? А ты не видишь, что ли? Ну что вижу, ну ты на 2 минуты старший, все. Если мы двойняшки, почему настолько по-разному выглядим? Ну, бывает так. Ну, у него лысина, живот и зубы выпали, а у меня ничего этого нет. Потому что он вакцинирован. Он вакцинирован, а ты нет. Мы не хотели сразу двумя рисковать. Сначала на брате попробовали. Теперь видим, что все нормально. Брат жив, здоров, прекрасно себя чувствует. Через год тебя привьем. Я не хочу прививаться. Зря. Там дают блокнот и стикеры за прививку. Папа, почему настолько по-разному выглядишь? Ну что ж такое-то? Ты же ты пристал-то. Уж не настолько по-разному. Ну, я не знаю, может, есть какое-то отличие. Ну, садитесь, будем разбираться. Может, есть, конечно, какое-то различие. Там, может, из-за садика. Потому что мы его в бесплатный садик отдали, а ты в платный ходил. А почему я тоже в бесплатный не ходил? Так в бесплатный только привитых берут. А привили только его. Вот привьем тебя на следующий год, тоже пойдешь в бесплатный садик. Так какой садик? Я уже в школу хожу. Шестой класс. Какой-то в садик. То есть это мы такие из-за садика? Я не знаю. Вряд ли. Не знаю, Максим, вряд ли. Вы программы разные по телевизору смотрели. Ты мультики, ты Малахова. То есть из-за телепрограммы там такие? Да нет, вряд ли. Может, конечно, пеленали мы это туговато, тебя. Но хотя вряд ли мы же Малышева смотрели, как правильно пеленать. А меня? Тебя вообще не пеленали. На тебя сил уже не хватало после него. Там же как правильно по-малышески пеленать. Нужно же вот оборот сделать вот так вот, потом в грудь упереться и вот так вот тянуть. Ну, со всей силы мы с матерью вот так тянули, вот так со всей мочи. И так 29 оборотов вот так вот крутишь. И причем пеленать надо только грудь. Живот надо, чтобы не пеленать, чтобы он дышал. Вот. О чем я говорю. Все как надо по-малышевски. Вот. И почему мы по-разному выглядим? Да что ж такое-то? Ты пристал-то? Я не знаю почему. Ну, может, вы каникулы по-разному проводили. Ты у дедушки в Сочи, и Макс у бабушки в Нижнем Тагиле. О, мне нравятся бабушки в Тагиле. А что там тебе нравится? Все. Небо зеленое, снег красный. У вас в Сочи есть такое? Нет. Потому что ты лох. У нас в Тагиле можно безопасно купаться везде. Там в реке все живое сдохло. В любом месте заходишь, никто не укусит. Папа, давай его не будем в аквапарк брать. Если вы не будете меня в аквапарк брать, кто вам в бассейне приливную волну будет делать? Твоей волной всех из бассейна вышибает. Не всех. Ну да, ты же там один остаешься. Слушайте, вы хорош бубнить, вы мне не даете статью почитать. Идите поиграйте во что-нибудь. В прятки. С ним не интересно в прятки играть. Он все время в продуктовом прячется. Я там работаю. А зачем ты там работаешь? Ну, потому что у моих друзей есть все. Гараж, спиннинг, лодка. Мне тоже охота. Будешь пятерки получать, будет лодка. На лодку пятерки не хватит. Там самое дешевое 25 стоит. Папа, давай мы не будем одинаково одеваться. Ты что такое говоришь-то? Двойняшек всегда одевают во все одинаковое. А можно его одевать в одинаковое не со мной? Одевай его в одинаковое с тобой. Со мной-то почему? Мы же с ним не двойняшки. Конечно нет. Он у тебя старше выглядит. Ты знаешь что? Ты перестань про брата гадости говорить. Вы, между прочим, в одном животике сидели. Это я там сидел в уголке. А он там лежал и телек смотрел. Я бы сейчас до сих пор там лежал и телек смотрел. Если бы кому-то не захотелось материнский капитал получить. Что такое, а? А ты как с отцом разговариваешь? Ну-ка встали в угол. О, оба в углы встали. Встаем. Никаких чипсов и колы. Папа, ты ему лучше нарды и чачу запрети. Чачу-то за что? Это что такое? Дядя Саша, вы зачем мою одежду надели и растянули? Я до этого размера вряд ли даже дорасту. А ты видел, что они хотят? Они хотят меня нарды и чачу запретить. А почему вы у меня на сцене играете? Почему? Почему, Максим? Потому что дядя Саша взял ипотеку на 30 лет. Ему сейчас выгодно под дурака косить. Чтоб не отдавать. А мы-то тут при чем? При чем? Идите, я объясню. Иди сюда, Максим. Костя, иди сюда. А вы, ребята, вы учитесь. Вам тоже когда-то придется брать ипотеку. Ипотеку. И вы учитесь. Папа? О, да. Можно я выйду из угла? Нет, Саш, стой. По-моему, кто-то из банка в зале. Отвлечем их танцам. Ребята, Саша, беги. Максим, беги. Станец, ребята. Поехали. Вы не удивитесь, что ли, если это не мое? Ну, мы ж перепутали. С кем? С Асраусом? В астраханском боулинге Шары выбирают по сухому хвостику. Здрасте, здрасте. Здрасте. Вот, присыл за своими ботиночками. Номер какой на ботинках у вас? 76. 76, понятно. Так, 76. Пожалуйста. Стой, да. Лоток с номером 76. Вы че? Вы не удивитесь, что ли, если это не мое? Ну, может, перепутали? С кем? С Асраусом? Нет, ну вы, может, с кем-то пришли, и с кем пришли, перепутали лотки просто. Вы че думаете, если бы я со Асраусом лотки перепутал, я бы не заметил? И вы не думаете, С Асраус подойдет, сейчас скажет, Сура, прости, там такая огромная очередь в женском туалете. Спасибо, что получил сапоги. Понятно, понятно. Перепутали что-то, напутали. Сейчас найдем. Ага. Сейчас найдем. Какие у вас были ботинки? Зимние ботиночки. Черные такие. Зимние ботинки. Да. Так, 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 так. Че-то не вижу. А вы когда сдавали? В конце марта. В смысле? Вы шутите? Я заговорю в конце марта, а не 1 апреля. Какие сутки? Смотрите, то есть, получается, что вы в марте сдали свои ботинки и ушли в наш? Крустальную Саул-студию. Так, подождите, подождите, подождите. А почему вы вообще ушли в наши ботинки? Потому что надо дырки в сарах больше делать. В каких сарах еще? Своих. Что? Что? Вот я тоже пришел, схватил этот у вас самый огромный сар, развязался, как свырнул его. Лечу вот так за ним вместе с сарами. У меня пиздак развивается. И думаю, что? О! Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Страйк! Все, лизу там бурлю вместе с кеглями. Думаю, ну все. Нет, не все. Меня давай в этот саропровод засасывать. Вместе с саром. Все, выплюнула вон там уже возле столика. Ну? Ну? Ну, а в ботинках-то наших вы почему ушли? Вы слушаете меня? Нет. Вы что думаете, меня когда в саропровод засосало, выплюнуло возле стола, я в сау так отряхнулся, говорю, давайте дальше играть. Нет, меня скоро уезжала. В наших ботинках. Ну извините, не успел в саропроводе переобуться. Смотрите, а ваши ботинки у нас остались? Давай обратно, хрустальную саву тупой. А почему вы сразу потом не пришли, не поменяли? Да потому стояли в зал больницы, вот так с вашим царом этим. Врачи в зале пока я похудею, чтобы меня выдернуть из вашего сара. А потом уже все, лето наступило, не нужны ботинки. А сейчас нужны, так что дерзите, вот ваши. А что они в таком ужасном состоянии? Вы же ходили в них что ли все лето? Нет. Вы чего, я летом хожу в сандаликах. А сейчас что-то чувствую, в сандаликах вот за пальчики мерзнут. В декабре-то. Все, я открываю обувной скаф, а там вот они. Я это обувь присыл за ботинками, за своими. Пришел. С Хабаровска пришел что ли? Ужас. Почему, с Уралмаса? Какой Уралмас? У них вон дыры в подошвах вообще. Вы тротуары на Уралмасе видели? Нет. Вот и я их там не видел. Соб, через стройки, через себенки, вот эти все. В общем так, штраф 500 рублей за то, что ушли в наших ботинках. Вы сначала мне мои ботиночки показите. А то, может быть, вы тут во всех смыслах людей обуваете. В смысле? В смысле. Я после сапки никому не верю. В какой шапке еще? Которая флатом в туалете забыл. Возвращаясь за ней, мне говорят, 20 рублей. Я говорю, да я не писать, я за сапкой. А я говорю, а у нас флата не за писать, а за вход. Вот, стоял как дурак там еще 3 часа потом. Зачем? Сдал пока захочу, что, 20-ку на ветер выбрасывает. Так, ладно, какие у вас ботинки были? Черные такие, серебристой пяткой на замочке. Сейчас поищу на складе там. Че за сладкая сара, да? А че, никого нет, что ли? Почему я есть? Я дорожку заказал? Да-да-да-да-да-да. Какой размерчик у вас? Э-э, 42-й. По разу? Только вас сдали. В смысле, только сдали? Не-не, не сдали, а сдали. Там буква «З», как в зале. В каком «здали»? Блин, да не в зале, а в зале. У челки-фовки зала. А, ждали? Да. Прости, крусальная сова занята. Какая еще сова? А че они такие уставшие? А у вас его размеры только эти остались. Блин, а в своих нельзя? Можно, 500 рублей. Ладно, держи. Крохоборы. Хорошо, поиграть вам. На, до свидания. Вот, нашел я ваши ботинки. Вот они, мои хорошие. Тис-ти-ти-ти, никто вас не бросил. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Чего? А вы в курсе, что ваши ботинки, они как бы лыжные? Честно говоря, сложнее придумать более зимние ботинки, чем лыжные. Я понял, что про вас. Что вы поняли? Я понял. Летом вы ходите в наших ботинках, а зимой обуваетесь на лыжной базе, да? Стоп! Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Ты только догадался, что ли? Возвращай курицальную сову. Ладно, спасибо. Так, тихо. 500 рублей штраф за то, что ушли в наших ботинках. Ха! Дерзите, крохоборы. Деневский не проблема. Мне интересно только одно. Что вы на лыжной базе оставили? Вот же где паспорт. Ищу его год уже, блин. Паспорт? Да. Я думал, вам не паспорт, вам должны были справку выдать так-то вообще. Точно. Вот же как надо было. Э, ну-ка, 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 стоять, ну-ка! Э, мужчина! Мужчина, да, а вы почему в своей обуви играете? Штраф 500 рублей. Кому вы заплатили? Шеплявый урод! Надо срочно причину искать. Может, рацион кардинальный как-то изменился? Да что у него поменяется-то? Как бухал, так и бухает. Ура! Чем бесплатнее медицина, тем дороже выздоровление. Ну что у меня там, доктор? Доктор? Доктор, вы что, уснули что ли? Ой, простите, я просто сегодня после ночного дежурства. Ну что же вы, батенька, так себе запустили, а? А, смотрите, я помню прекрасно, месяц назад еще ничего такого не было, а сейчас вон огромный трехсантиметровый камень в почке. Такого быть не должно, надо срочно причину искать. Может, рацион кардинальный как-то изменился? Да что у него поменяется-то? Как бухал, так и бухает. Ну скажи, раньше-то оригинальные продукты выпивал, а сейчас все больше параллельный импорт? Вы аккуратней, как бы этот параллельный импорт вас в параллельном земле не сделал. Может, что-то необычное делали в этом месяце? Необычное. Даже не знаю, говорить нет. Ты про что? Так. Короче, в этом месяце мы в два раза чаще сексом занимались. Ну что ты, ну постеснялся бы. Что? В этом месяце два раза было? Что я в два раза чаще? У меня с математикой все нормально. Я Игорю постеснялся бы. Может, еще что-нибудь было необычное? Еще? А, что, теща приехала в этом месяце к нам? Да. Так. На месяц. Сидит безвылазно вообще, не выходит из дома. Знаете, сколько раз за месяц из дома вышло? Догадываюсь. Два? Вот, у вас. Тоже нормально все с математикой. Угу. Ну, может, все-таки в рационе что-нибудь поменялось, вспоминайте. Вы не слышали, что я говорю? Теща приехала, говорю. Месяц кормит меня капустой одной. Ага. Я скоро возненавижу ее. Тещу? Ну, и тещу тоже. Ну, значит так, вы как хотите, но вам непременно обязательно нужно менять образ жизни. Ну, а сейчас давайте доставать ваш камень из почки. Пройдемте на операцию. Прошло два часа. Ну, что, больной, как принесли операцию? Я так понимаю, все нормально? Нормально, не знаю. А что? Как думаете, 10-15 таких операций еще сдюжите? В смысле 10-15? Че, так плохо, что ли, все? Ну, новости, как обычно, две. Хорошая и плохая. Ну, начинайте с плохой тогда. На лондонской бирже цена на сапфиры снижается. Я тут при чем? А то, что мы у вас из почки достали огромный, трехсантиметровый сапфир. Да ладно. А? Так это же, если 10-15 таких операций, это же мы ипотеку закроем? Угу. Всем. Всем в стране. Но мы же с вами не будем это делать, правильно? Подожди, подожди, подожди. Что же мы не будем это делать? А меня-то и спросят вообще, нет? Может, 50 операций, а? А вы алчный? Нет, ну что, конечно, 50, но боюсь, в районе 50 операций лежит мировое господство. Я к этому пока не готов. Не вам, не мне. 40 операций. Подождите, а вы прям уверены, что сапфиры продолжат появляться? Да ну, конечно. Ну, на наших глазах же вырос сапфир. Ну, поэтому, если мы хотим через месяц достать из нашей почки такой же сапфир, то вам непременно обязательно нельзя менять образ жизни. Вы должны делать все то же самое. Есть, что ели, пить, что пили. Не, вот здесь может быть проблема. Ну, что, ты каждый день разное пьешь, ты сможешь повторить вообще? Так. Да легко, конечно. У меня же система. Интересно. Да. Значит, в понедельник я пью П, пиво. Ага. Вторник виски. Среда самогон. Четверг чача. В пятницу, как я понимаю, на П тоже пиво. Не, не, пятница подряд. Что подряд? Да все подряд, все, что найду. Интересно. А что тогда у вас интересно? В субботу? В субботу нет. Сразу воскресенье. Понимаю. Но воскресенье, конечно, выходной. Не, воскресенье, воскресенье. В воскресенье я воскресаю. Ну отлично, прекрасная система, великолепная. Сексом придется два раза заняться, что теперь делать-то? Ничего не забыла? Даже не то, чтобы не забыла, ты не знала просто. Что не знала? Так. Короче, такое дело, блин. Ну в общем, вчера заходила сестричка, медсестра такая черненькая. Эээ, Светлана зовут? Ну да, наверное. Так? Она такая в халатике, такая симпатичная. Ну я думаю, операция, это выживу, не выживу. Думаю, ай, а она еще стоит напротив окна такой, халатик просвечивает. Ну и в общем, в общем у нас здесь с ней все и произошло. Светлана, это моя жена. Ты что говоришь-то? То есть два раза в месяц у тебя это не предел, ты мужишь чаще? Ну я тебе сейчас стоять. Стоп, стоп. Помним. Я сапфирная матка. Меня бить нельзя. Меня в этом месте не бил никто. Ударишь, собьешь на стройке и все, никаких сапфиров. С другой стороны, в первое господство, я уже начал привыкать к этой мысли. Ладно. Светлана, будьте любезны, зайдите в седьмую палату. Что, Максим? О, Максим Николаевич. Значит так, Света, я знаю про твою измену. Да что ты такое говоришь? Не говори мне сейчас ничего. Значит так, ты должна все в точности повторить. Что? Молчи, я тебя прошу, нет времени объяснять. Еще раз, ты должна все в точности повторить. Что мне опять придется лететь в Турцию, перебрать халявного шампусика и проснуться в одной постели с молдавским аниматором? Причем здесь Турция, я не о Турции. Не, ну про Дубай ты точно не мог знать. Да какой Дубай, я про него. А, про этого? Этого я первый раз в жизни вижу. Ах, не про канала. Ну такая женщина, я должен был попробовать, ну честно, ну должен был, ну я не знаю. То есть ты наврал это все, чтоб с моей женой и... Стоп, 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 стоп. Помним, помним, помним. Я как жемчужная раковина. Сломайте с творки все, никаких сапфиров вообще. Понятно, доктор? Понятно. Доктор, доктор, вы же уснули что ли? Простите, закемарил, друзья, я же говорил, ночное дежурство было. Ну что у меня там? Ну что, ничего страшного, обычный камень в почке, а никакой не сапфир. Подождите, почему должен был быть сапфир? Сапфир, а? Сапфир? Не обращайте внимания, это я так о своем. Доктор. Да? Там Иванов в пятой палате сморкается чистым янтарем. Че? Каким янтарем, доктор, что он несет? Доктор. Доктор, вы что, спите опять, что ли? Простите, пожалуйста, извините, ради бога, надо завязывать с этими ночными дежурствами. Ну что, больной, вот уже анестезиолог пришел. Давайте, пройдемте на операцию. О, нельзя, нельзя. Скунс, вообще такую истерику у меня в кабинете. Устаканил. Чего? Устаканил, я сказал. А может, подожди, что-то случилось? Верхняя губа прилипла. Вообще непонятно ни слова. Подожди. О, бобриная слюна творит чудеса. Губина, да? Нет, у меня своя. Скунс, вообще такую истерику у меня в кабинете. Устаканил. Чего? Устаканил, я сказал. Устроил? Скунс? Учинил. Подожди. Даже не хочу спрашивать, о чем ты думаешь. Пятница. Так. Да, кстати, есть. Вот. Здесь был. Я пальто передела другое. В другом пальто. Да? Да. Что мы будем делать? Миссите чек. Быстро. Чек какой-то, говорит, ходит. Чек какой-то. Миссите чек скорее. Да не плачь, сейчас вынесу. Че ты? Сань, давай чек. Сейчас, секунду. Слышишь, там уже говорят про твой чек. Давай, давай еще раз. Давай. Договори уже. Я просто прикалываюсь. Я уже... Потекла на тушь. Да? Ты украл сумочку у ее злодея. Я не так сказал, но я сейчас переговорю. Ты отобрал сумочку. А мне показалось, что ты идеально сказал. Тебе показалось. Действительно. Продолжайте. А ты здесь? Ты? Ты? Что, дело? Череп? Это он. Эй, а сейчас так тоже начну же делать. Нет. Нет. Вот забыла чек. И все вот так вот. Это другое пойдет. Да, это он че я не... Понятно. Люсь, ну че ты? Ну че ты, Люсь, ну дай в долг. Ну запиши в тетрадку. Ну че, Люсь? Ну запиши в тетрадку, Люсь. Ну че, Люсь, ты... Давай, Люсь, еще раз я тебе скажу. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Не, давай. Не все то печень, что блестит. Еще одной, да? Давай-давай. Ну и где этот чудик с пультом? Подождите, сейчас я просмеюсь. Это просто техническая штука такая. Подождите, выключай, чувак. Я сейчас уже... Я говорил, без этого можно было. Выключай. Сейчас фиг выключишь. Я когда... Мечта побежала. Из деревни. От горшка два вершка плюс прямая крыша. Сейчас. Сережа, соберись. Тихо, элит, элит. Магазин закрывается. Элит, элит. Доброе утро. Переговори фразу. Ты говорила не по телефону. Ксюша. Подождите. Подождите, еще раз. А почему вообще ушли в наших ботинках? Слушайте, давайте еще раз слова скажите по тексту. Тогда я смогу дальше разговаривать. Вот, декабрь, смотрите, думайте, вспоминайте слова. Декабрь, зимние ботинки. И только вот здесь вы говорите. То есть, получается, в конце... Ага, понятно. Вспоминай, глупыц. Потому что ты меня со своим страусом просто... С раусом. Мне как представить, я со страусом. У меня два любимых слова. С раус и с рудель. Ну. Ну. Сразу понял, что у вас не все думают. Ну. То есть, вы, получается... Подождите. Вы в начале марта... В конце. В конце. В конце марта. Блин, ну какой за это глупый взбил. В конце. Правда? В конце. В конце. В концеам. В конце. В конце. В вот это.